а вот и запись подъехала тем кто смотрит записи добрый день вечер утро это восьмая возможно я ошибаюсь часть знакомства с замечательным аддоном long war для второму для 2 икс кома с вами михаил джемайкер играем максималки с айронменом это трай текущий трай самые вообще долгий то есть уже идет четвертый наверное месяц и тут не хочется сглазить пока все идет ровно бойцы хорошие перспективные более-менее разобрался в базе игры но продолжаю знакомиться все-таки с игрой потому что она сложна для меня вот сейчас озвучивал до начала записи план по исследовательскому понятно лазерное оружие мы исследуем здесь через четыре дня у нас будет закончится расчистка инопланетных обломков появятся деньги скорее всего мы построим реле питания потому что энергии не хватает материала вплотную нужно реле питания хотя бы для того чтобы строить дальше спутники запускать новые разведанные на один новый регион скорее всего это будет четвертый для того чтобы получить бонусы мы получим бонусы по персональным боевым модулям только что наша бригада вернулась из миссии с випом непростой кажется и я готов к поиску новых то есть основная группа людей да есть ранение да короче я сейчас наверное пущу на разведку про просто проверю что партизаны хорошо разведывают в том регионе где у нас наименьшая сила адвента вот она по-прежнему здесь троечка 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 а там все материалы я наверное пожалуй откажусь пора уже разведданные фармить даже не разведданные это ради миссии все делается тут пекарь еще в качестве руководителя тут материалы и один мэг тут чистая конспирация в селе адвента чтобы не дай бог меня там не террор же а мы сейчас на террор идем я забыл о чем точно даже сейчас регион откалывается а у да террор нельзя отдавать поэтому я собственно у так погоди для начала возвращаем разведданные уже не нужны только материалы да у нас сейчас регион может отколоться если мы не пройдем защитную миссию так а террор в какой четверочке хорошо не в шестерочке террор хорош тем что он фиксированный и ну по времени имеется ввиду то есть нет проникновения базовая активность противника минимальная но видимо это стандарт и нет ограничений серьезного по количеству оперативников то есть мы берем 8 бойцов террор это прошлое по крайне была одна миссия же террора террор это миссии на продержаться собрать сопротивление разрозненное его куры эвакуироваться всеми каждый ход будет появляться новый пак бобров врагов и моя задача собирая мирных эваку и эвакуируя их отстреливать системы всех остальных для этой задачи мне во первых понадобится очень мобильные штурмаше или миндзи для того чтобы собственно собирать народ скорее всего возьму неси как как человека который будет бегать и собирать мирных персональный боевой модуль если есть на мобильность и кстати уклонение тоже хорошо поклонение атаки резкое зрение так резкое зрение точно снайперу пока не не забыли обязательно снайпов снайпер у нас прекрасный 83 меткость высота смерть с небес овервотч общий появился огневая поддержка без штрафа собственно бьет глубокое прикрытие не пригодится но ладно пофиг и ставим ему резкость зрения дает еще плюс 5 меткости снижает уклонение врагов на 25 при стрельбе с более высокой позиции резкость зрения персональный боевой модуль феликс 1 берем офицера это русбрейн русбрейн очень серьезно подготовлен стрелок дуплет дебют приказы перки по лидерству под стволочка очень хороша конечно контрольный выстрел ох тебе это понадобится бегом осветитель да этот товарищ требует во первых дополнительного жилета я полагаю это товарищ требует сейчас мы посмотрим что он еще может хорошего наверное бронебойные пули надо или трассирующие взять трассирующие меткость слабенькая а стреляет он хотя тогда тебе пистолет-пулемет лучше бы заменить на обычный и мобильность важно быть будет пистолет-пулемет у него обрез основной мобильность для обреза нужно так есть еще обычный горит террор как прошлый города террор был стоп а это тот террор не на защиту убежища это как раз вот да 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 я перепутал есть террор старого типа есть террор который вот новый я первый раз встретил там на какой-то какой-то поза прошлой части кажется а также на этой миссии очень хорошо заходят пулеметчики в брюс хорошо зайдет на что у него точность очень хорошая плюс он может осуществить прикрытие также он полевой врач ему может быть тоже три последующего выстрелим из основного после промах это пулеметчику нужно дать это вот ему на овервотч на сапресс может даже он работать будет если он со штрафом стреляет по большому количеству целей следующий же выстрел идет мне бы хотелось бы просто проверить работает ли персональный боевой модуль на мантичем то есть дает 10 к меткости при следующем выстрел из основного оружия после промаха мы делаем ауе сапресс то есть подавляем группу врагов огнем при движении врага соответственно мантич стреляет и он может делать серию выстрелов может быть может быть будет работать на надо проверить на самом деле если будет просто это имба не хочу чтобы она прошла мимо меня получает 10 меткости для ответных но ответные у нас у кого у нас ответные кто-то у нас специалист по ответным выстрелам сейчас посмотрим я кому-то специально брал ответочку такая редко редко обилка на самом деле но кому-то я ее взял исходя из хорошей меткости похоже что не взял в конце концов да уже пошли по второму кругу кажись у спеца какого-то мне тоже казалось что у специалистов так специалистов у нас мало полевой врач может быть я этого спеца просто отправил в да я скорее всего отправил там специалист с меткостью 80 практически и его отправил защищаться добрый вечер иллюзив всем добрый вечер готовимся мы к террору тут торопиться вообще не нужно значит ниндзя у нас с контролем с армором мантич гранты там вообще не очень хорошо заходят так что по возможности нужно сделать бронебой на или трассирующие пулек надавать для этого нужно предметы производить инопланетные сплавы сплава не хочется стратить о контролируемая стрельба еще есть хороший персональный боевую модуль стоит копье вот это очень хорошо может мне упорядочить овервотчем персональный в боевой модуль контролируемая стрельба помогает солдату принять решение выстрелить за режима овервотча таких выстрелов будет большинство предстоящей миссии если и мы можем грубо говоря говорить солдату стрелять ему на овере или не стрелять в зависимости от вероятности по крайней мере надо полтинники набрать ну чтобы знаете товарища с дробаша не стрелял если вероятность попасть крайне мала или например разбегается три человека по одному вероятность одна по второму вторая по третьему трети теоретически человек может выстрелить по любому из них но он должен пропускать тех по которым он выстрелить с нормальным результатом не может поэтому я делаю беру четыре персональных боевых меч посмотрю а что меч появился серьезно это вибра нож это не меч это чего нож это для пулеметчика он не нужен так и собственно я вместо это одноразовый это я поменяю персональный боевой кстати подключим регион можем менять специалисту пожалуй брать не буду надо наверное каком-то штурмовику дать в первую очередь снайпер практически одинаковая там у него вероятность так а может разбрейну вместо у него пушка такая что не хочется и он должен бегать быстро да разбрейн пофиг на трех следующих бойцов давайте сделаем во первых штурмовик великолепная рапонга меткость хорошая но от дистанции очень многое зависит поэтому ей контролируемую стрельбу там еще здоровье есть улучшение оружия меткость при овервотчах во время проникновения не актуально это ответные модификаторы тут не нужны на ответные выстрелы еще два бойца кто может стрелять либо следующий снайпер например илью возьмем снайпер скорее всего снайперу можно сделать улучшение да при ответочке раз дальше персональные боевые на овервотч полтинник и оснащение я бы ему взял патроны бронированные либо патроны трассирующие давайте снимем все оружие и снимем и снимем все предметы у тех кто не участвует в этой миссии вот к этой миссии в отличии от большинства других готовиться надо основательно потому что регион потерять и состав не дай бог потерять это будет это будет жесть это будет жуть это недопустимо патронов свободных у меня к сожалению нет которому снайперу я бы провел произвел тоже бронебойные патроны и против дроидов против возможных мутонов хотя уровень адвента в этом регионе вроде не позволяет появляться мутоном так жилет давай дым возьмем на отступление хорошо и последний восьмой человек димага который подвел меня с випом не фанда рейнджер надо маневренных брать димага на эксперта ледокол хороши но штурмовик работает на ближней дистанции к сожалению эффективнее о нет да на ближней это же дробовики я наверное даже гранатометчика возьмем второго потому что пакки будут появляться хотя когда мне там пригождалось не 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 нет там редко как раз гранаты нужны и давай штурмовика мобильность плотность можно будет добегать с ранган и убивать закидываем ему жилет ставим там получше этот так что тебе еще можно спешим так в результате у нас есть штурмовик 8 бронебойный снайпер почему ты снайперу не хочешь жилет из данного волокна дать далее то лучше другому снайперу было жилет из данного там у меня один снайпер ходит самый прокаченный ходит в обычном жилете кевларочку бери кевларочку точнее не кевларочка просто дым какой-нибудь не 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 дым там же броня есть алеша там стандартные бесконечные керамические бронеплиты привет айрон ли димага хорошая тебя всех повстанцев перестреляет не надо устойчивую позицию давай устойчивую позицию возьмем так а по персональным боевым модулем наверное штурмовику тоже надо дать чтобы он не стрелял лишнего здесь персональный боевой модуль уже стоит так раздать остальные персональные модули проверить эквип у штурмовика рапонга не хватает тоже жилета с глушителем ей даем дробовик и дым хорошо а что по модулю овервотч специалист брюс без персонального боевого модуля уклонение здоровья защиты я думаю и давай еще контр нет подожди контролирую стрель контролируемую стрельбу ты сможешь если что взять так защищен у нас лидер феликс к сожалению не защищен вместо пистолета ему даем жилет из кевлара все таки он очень ценный боец модуль модуль у него на зрение на овервотче давали мантича модуль на на меткость после промаха у ниндзи модуля нет и вот ей бы я дал на самом деле здоровье здоровье счастья единичку фантом все таки выпады да вот это вот все и время проникновения глушак даем так получается брюсу нужно определиться с модулем персональным боевым контролируем эту стрельбу пока поставлю так в результате бронебойная есть саппорт с аптечкой страховочная аптечка есть морозка есть штурмовики и ниндзя есть так так вроде все страшновато потерять все конечно же не хочется ниндзя будет бегать эти будут мелочевку два штурмовика спецы рейнджеры снайперы пулеметчики отстреливают тех кто на скриптах на овервотче появляются поехали гранат почти нет ну есть хэвикс гранат и есть саппорт ищи гранаты просто вспомните аналогичную миссию по террору там гранаты не нужны ты должен убивать паки в первую очередь в тот момент когда они падают там фактически вы на открытой местности начинаете и нужно просто а так гранатометчики есть лучшие из лучших летят защищайте убежище от штурма адвента да семь ходов семь ходов с появляющимися паками надо в первую очередь поставить двух снайпов пулеметчика и возможно боневура наверх хэви где-нибудь по центру чтобы можно было быстро куда-нибудь гренку кинуть что моряки страхуют фух страшно адвент проводит полномасштабную атаку на убежище сопротивление в этом регионе замечено приближение десантных кораблей нехарактерная активность в сетях пришлись указывать на то что адвент решил раз и навсегда уничтожить это убежище оберегайте участников сопротивления пока подстрекатель не может уйти от перехватчика врага и вернуться для эвакуации после этого выявите как можно больше повстанцев чтобы вы смогли переманить их в безопасное убежище во время задания вы можете вызвать прямое управление участником сопротивления подведя к нему солдата нет у тебя гранатометчиков? жалко так эвакуация будет здесь вижу двухмирных далеко вижу три вышки на которые нужно сейчас уже распределить пацанов они блин без укрытий вообще я уже не хочу на вышки я хочу вот на это здание пойти тут по крайней мере есть фулл кавер в кавер можно спрятаться оооооооой то есть Станислав Попов пулеметчик да ну у них высота видите меткость защиты сейчас карта должна быть пустая врагов пока нет они появятся только после так снайпер надо еще сделать так чтобы они более-менее прикрывали из кого-то возможно даже под full cover сюда отправить мы же не знаем где они будут чтобы они не все в одной зоне были о мэг у меня у меня мэг точно я же один мэг тут на класс бронированные хп дофига микроракеты а у слики есть ничего страшного так снайпера ключевого подведу вот сюда под full cover да я простреливаю стоит с этой стороны но ты-ка зачем если у тебя уж не стоит не стоит овервотч так ну что я предлагаю делать разведку неси ниндзи и в первую очередь бегать за этими за замерными вообще их можно увидеть для начала человек до 5 человек у нас здесь где-то на карте разбросанным раз-два-три сразу в одной группе находятся 1 2 3 может быть там и остальные раз они так кучно сидят так штурмаши пока здесь штурмаши пока здесь еще один снайпер мария шишина откуда она не три снайпера оказывается сюда вообще не хочется ставить может там каверов нет так лидер должен находиться где-то по центру брюс на саппорте может быть тоже заберется наверх ну потому что он во первых стреляет хорошо будет десяточка точности и да давайте так неси побежала к этим скану мне к сожалению нет поэтому безликих придется так нужно двух штурмашей немножко развести чтобы они могли в разных местах действовать возможно даже их так то есть каждый из них должен работать по своей половинке грубо говоря да так я наверно мэка подведу мэка подведу к неси для того чтобы поддержать ее может быть мэком вообще разведывать да там все пять человек все пять человек но может быть безликий но если ты не видишь других почему бы ты не тебе не подойти слушай не хочу в первый ход пока у меня нет овервочи давай устойчивую позицию здесь займем дисковер здесь погодим дисковер здесь устойчивая позиция второй штурмаш пойдет наверное сюда так чтобы от второго отойти от первого отойти овервочи ой как их я не хочу носить подставлять вы бы знали ой феликс привет где феликс привет как она я не помещаюсь в камеру с твоим смайлом бежать или не бежать вот в чем вопрос не бежать мэк на овере это пока в инвизиум командир должен находиться где-то по центру для того чтобы иметь возможность да вовремя скомандовать с богом ребят с богом ребят телепортируется пакси кто и два солдата пока халява некому пока конечно на овервочи стрелять но тем не менее ну там парочка тройка есть конечно мэк стреляет на овере попадает двоечка хорошо работаем ребята промах снайпер нет это бонич это не снайпер нос бонич снайпер 53 хорошо этот еле жив сектоид не опасен его можно снять на этот ход так хорошо что феликс отстреливает отсюда жалко что манч там не стреляет но здесь мы убьем и флангуем короче можно нет погоди погоди прежде чем во первых ты должен убивать максимально теми кто не овервочи то есть подбегаешь штурмашом добиваешься кто этот например так стопроцентный крит вот это я понимаю вероятность да факи идут но по на увеличение короче силы то есть тут мы делаем наверное овервоч и подвести поближе чтобы да давай по центру поближе лучше чтобы можно было уверить так тут перезарядка тоже овервочную овервочек может быть может кто нибудь его снять без того чтобы не очень 40 процентов вообще а вы мария овер может командир командир не достанет давайте анесси тогда блин а может все таки этим мэком убить его нет мэком же ты пошел безликих смотреть а зачем ты оверы ставишь если безлики еще есть да пофиг беги раз безлики нет а не работает то есть мэки не могут мирных да неси придется воевать но если бы мирных спасать а ну а что я с этим буду делать я до него с run and gun не добегаю да он будет убегать попадет под overwatch умрет это жизнь беги короче к безликим познакомиться будем раз так это мирный так где у нас там эвакуация будет вот она видео в общем всех центров может пока неси на пол хода не будет выпендриваться и спасать вот этих вот двоих троих и просто пробьют как только она пробьет она тебе нужна сейчас не особо давай русбрейн может дезориентацию кинуть пока не поздно в этого упыря он все равно побежит понимаешь он побежит от фланга он побежит от фланга умрет от овера то лучше на овера дополнительно встань товарищем будет больше вероятность попасть может пока не поздно что нет штурмовик остается хотя может фланга нотова этого пытаться убить нет не будет он этого делать феликс может его добить но мне реально жалко выстрела топового снайпа на этого товарища который должен умирать от овера по моему вот следующий пак часть паков десантируется часть телепортируется десант обычно идет вот офицерский телепорт идет двое всего ребята двое инж и солдат бронированный далеко оправдание видите вот штурма хорошо не перевел оттуда есть стреляет кто вот как раз топовый снайпер стреляет добрый день раз не топовый снайпер стреляет мимо вот туда штурмаж побежит ну этот побежал сейчас на овер есть все нормально так мэка надо держать тогда по центру он выполняет ту же самую роль что и штурмовики так погоди сначала мы смотрим безликий не безликий двоих чекаем разом этот безликий кажись оба что ли? один точно ой а второй нет второй осознав свое счастье бежит домой так хорошо ты его в общем то можешь на халявку подрезать бросок топора пора раз по лицу наверняка по нему могут работать снайпы да могут так что можем еще разок ударить мечом не боясь того что на-ка жалко а могу я выпад еще сделать? не могу много слишком хочу так тут точно run-and-gun вопрос по кому и run-and-gun я флангануть смогу только этого упыря да? задача снайперам тогда инжайн адвента надо вырубать я думаю нужно быстрое целеуказание на него сделать потому что он под фулл кавером сидит халявное действие как раз на 4 хода кд так будет его убить значительно проще так а этот штурм этот штурм я думаю должен просто чуть-чуть подойти поближе на будущее так давай попробуем мы убрать людей сначала теми кто даже нет эвакуации пока что теми кто плохо работает на овервотч команду бегом лучше бы оставить на потом ладно ты побежал точно run-and-gun здесь я тут не флангу этого упыря но его мы с меткой будем убивать здесь будет штраф серьезный по дробашу ну что ж делать с каждым ходом паки должны быть все жирнее и жирнее флангуем 74 точность ну давай хорошо рапонга аберовская очень хорошо сработала так что придется снайперов привлекать а еще же этот безликий стоит поэтому 51 не 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 давай топовым стреляет тогда по 51 поэтому потому что у этого 88 из-за снайперского прицела в общем убиваем можно еще свободное действие устойчивая позиция потому что смерть с небес работала здесь точно овер без без перезарядочкой овервотч это овервотч к сожалению что получается я там от безликого отгребаю если этот не попадает на 77 я попадаю 77 это еще не попасть два хита ровно два хита оставалось два кита нанесли добро овервотч 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 пацаны всем овервотч следующий пак нужно там еще мирного одного одного от третий и еще где то двое бегают не понимаю куда падает этот пак 3 человека обычно обычно и неудобно неудобно место там вижна нет для большинства кто то там срабатывает с овером антич пытается попасть промахивается 37 работает лидер два хита еще один овервотч все таки от бани бура это замечательно Потому что у него точность очень хорошая Она часто попадает, но это тоже царапина В результате ситуация Не очень хорошая Потому что все трое живы Все трое живы Здесь мы спасаем Так, осмотрись еще, пожалуйста Тебе нужно спасти Стоп, а это разве не... А, я одного только спас Нет, я же подошел К второму, я тоже взял Второго же я тоже взял Не понял Так, сейчас внимательно с повстанцами Вон один, вон второй Синий адвент, это часовые Мехабилка ставит на врач после выстрела Понял, спасибо Так, это третий побежал Возможности для устроения этих упыремни довольно много Один внутри дома, один снаружи Еще внутри дома кто-то есть А, может быть внутри этого дома Даже домом не назовешь Тут одни развалины Так Может быть я его не вижу Потому что я не зашел внутрь По-хорошему мне бы... А, вон один, вон Все-все-все-все-все-все-вижу Он подсвечивается же еще Вон раз Но это все равно не все Еще где-то есть Я тут не подгорю случайно? Если не говорят, что подгорю Значит не подгорю Так, дайте-ка мне мирного-то вывезти Алло Все же говорят Да, четыре из четырех Здесь всего четыре человека Ммм Пал народом Итак, здесь у нас есть штурм Который не при делах абсолютно Но может подойти И кинуть, например, светошум Докинет, скорее всего, даже до двоих Это раз Тут одного видим Но вероятность попадания 40% Это чушь Штурмовик здесь не добегает Мария Шишина Выстрел 41 Они там засели под фулл каверами Наверное, надо мэка выводить в тыл Подставлять его как цель Урон-то у них не очень серьезный Я больше боюсь Как бы мне Может я забомблю двоих сразу? Да, я попадаю по двоим 3-6 Причем того я добью Или не достаю Стоп, стоп, стоп Там какая-то интересная картина была Кажется, либо так, либо так Либо так, либо так Хотя Стоп Так, надо угол камеры немножко изменить Нет, либо то, либо другое А учитывая ситуацию Лучше, наверное, этого Хотя нет Лучше, конечно, бомбить Потому что ты гарантированно того добьешь А тут 76% Еще разброс по дамагам Давай бомби Всегда мечтал вот так вот ракет Ой, попал А, цистерна взрывается Оооооо Как хорошо, что я не стал забираться на эти штуки Капец Как же мне повезло Так, ну тут мы уже Тут мы также видим 40% Блин Чуть-чуть штурмовика подведем Скорее на будущем пока ханкердаун вообще уже особо не не страшно потому что он будет стрелять по мэку инженер ну чем сделает можно конечно и нужно на самом деле нужно подойти к не кинуть в него светошум для того чтобы у него и шансов то не было и он не подбегал не кидал в меня дезориентацию ой опять озвучка не работает что же я так так барокко барокко подержал кажись канал сейчас мы посмотрим да и же рука поддержал ваш канал на сумму 100 рублей саму x чем выглядит интересно но меня не покидает один вопрос а где же все таки лука где лука запись трансляции гудэйт а слушайте может мне даже не прятаться рядом с этими цистернами учитывая дезориентацию и наличие цели без кавера ему будет несподручно вообще стрелять по по кому-то кроме мека да гасим его остальных на овер ставил четыре хода продержаться дан перри зарядочка зарядка ручь ручь пусть будет это же овервотч это же овервотч всем овервотч последний выстрел правда тут на овере нет учитывая штраф от лучше перезарядиться на этом ходу феликс овер естественным с богом ребят смотрим что делает инж что за новый пак ой мутон мутон с другом своим пришел вот он с другом есть овервотч один по крайней мере отлично феликс ну феликс бронированные пули ну ё-моё так ладно этот стреляет по на пуске он сюда же упадет что вероятность меньше 53 38 так теперь думай что у тебя есть против мутона бронированные пули возможно добежит штурмовик добежит фланг гонет стрельнет окей там же еще один упырь не забывай безусловно ранга просто безусловно возможно стоит как-то снять укрытие у него так тут скорее всего лидером пробрею потому что он может дуплетом его просто убить а мы к я бы к мутону как новую цель по повел бы так что там по вероятности 59 не давай-ка лучше такой приказ ты чего 10 18 до свидания я не посмотрел на крит опять там же крит еще конский должен был быть 17 крит так мэг мэг просто бежит так чтобы привлечь максимум внимание максимум мирных желательно в одну точку и лаяр привет так ну вот он мутон вот он мэг считаю что надо вот так вот ходить мантич может подойти по сопрессить его например с этой точки мне не может сопресс бы хорошо зашел погоди ой ранангана нет я бы на самом деле не набежал этим товарищам мутон это неприятно есть два снайпа с бронированными но они могут не пробить просто потому что стенка стоит стоит ли мне сейчас штурмашом врезаться вообще блин надо в следующий раз штурмашу тоже давать бронебойные пулем потому что мутоны змеи это те с кем как бы часто пересекаешься наверное стоит сделать метку этим снайпером скипнуть просто для того чтобы два снайпа с бронебойными пулями про пробивали мутоном а если что штурмаш добивает скорее всего так а если не убьют и спускаюсь и пытаюсь за сопрессить 55 карл 55 ну ладно с богом я точно не могу пронесли да какая разница нет я могу снять все-таки этот попробовать кавер как-то смогу снять у как михаил ну как ты снимешь кавер эти гранатометчиков нет от силы пара гранат заморозка есть но на на следующий ход должны только зайти светошумовую не докидываешь димага кстати может еще гренку подкинуть в него да да нормально мы его в любом случае в любом случае очень сильно демотивируем утона и по меткости по белке обрежем да все димага сейчас должен димаги должен я помню опять как он в прошлой миссии тоже должен был димагом так мантич пока жди сейчас дело за снайпами работаем раз 55 вот важный самый выстрел наверное сейчас происходит мимо второй снайпер и не забывай что там есть еще один лемминг второй снайп 93 вот это вероятность 4 хоть и мимо брони но 4 урона этого мало я думаю пара штурмовиком подходить то есть ему нужно быстрое развертывание подойти на половинку кинуть гренку бесплатно потом включить ранен ган который у него в кд это ты отлично придумал михаил ты отлично конечно это все придумал я предлагаю перевести кого-то сюда под следующий over собрился конечно же у него меткость такая надо еще думать о том что следующий пак блин будет сразу после окончания этого входа аранган включен а зачем я включил ранен ган быстрое развертывание что-то туплю значит подходим так кидаем бесплатно первый раз это делают гранату стараемся еще задеть человеком скорее всего он за этой елкой да они вон он стоит тогда задеваем вот так дезориентируем обоих снижаем точность самое главное что мутон без обилок без опрессов без гранат флангуем мутоном может ближе флангануть наполовинку понимаешь ты его все равно не не факт ой не факт михаил тут полу кавер михаил отсюда у тебя будет точность не очень ты можешь оглушить с этой дистанции да лучше подойти поближе потому что есть вероятность что мы его тупо оглушим 99 процентов почему церемонию с ним дугомет всему голова главное не забыть про этого мутона которому под елочкой оставили потому что да и вот месси должна быть это тоже по центру для того чтобы вырываться и резать штурмовик овервотч ребята здесь ждут рановато не конечно на точку эвакуации пришли тоже овервотч смотрим ребят смотрим следующий пак кто там вижу только парочку три человека мэк мэк и двое обычных так бронебойные опять же патроны нужны против мэка так они рядом пулеметчик один овер один срабатывает мантич стреляет 4 хорошо но не убил там у меня лидер рядышком стоит этот пытается флангануть нет он просто на овер встает так сейчас вообще внимательно миша очень хорошо кстати они встали по трус брейна потому что русбрейн тут дуплетом может даже мэка сваншотнуть неси может врезаться в кого солдат адвента этого дам или может врезаться в здоровенного мутона а у неё она будет мастера наигнорировать броню должна нет доп урон и меткость 9 11 она пробьет то есть она его ваншот нет просто но у нее нет обилки молниеносный рефлекс поэтому нее могут попасть поэтому мы начнем со штурмовика снизу он с молниеносными и должен собственно по крайней мере а гру снять на этого чувака выйти вы скорее всего даже вот так вот обойду чтобы полу кавером попробовать пострелять по нему молниеносный срабатывает он естественно дезориентации 70 все равно хотел попасть точность 56 но я думаю что стоит пробовать так хорошо потому что ему больше здесь делать нечего дальше у нас идет неси которая замахнулась немного немало она здоровенного здоровенного мутона замахнулась и по и побежала изейший ваншот 96 точность очень важно это обилка блэд мастер что она как раз дает себе с 86 здесь 10 процентов на единицу словно говоря этих меткостей получается там 16 а тут уже один там к 15 короче очень сильно увеличивает шанс на убийство человека это особенно важно учитывая то что ты к нему вплотную подходишь ты должен его убивать так ребята что у нас есть опять же стараемся сделать так чтобы снайперы стояли на овере снайперы стояли на овер вочем а те кто может тут можно маком по маку пострелять мне бы там лимминга снять того который рядом стоит чтобы было проще может быть стоит действительно начать с русбрейна который подходит и убивает мэка мэк 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 вроде бы не взрывается вроде бы это ключевое конечно словом стоп а ты отсюда по нему не не алё а почему три врага кого-то я забыл а этот же еще вот это дуплет 48 лет 43 не надо подходить вплотную подходим вплотную 10 18 44 крит да я понял да сейчас бы из дробовика древнего укладывать хай-тек роботов это дробовичок из dlc без него я бы вообще нет не сделался что ты несешь это дробовичок классовый так мэк скорее всего 76 и дело осталось за малым малый стоит за сосной малой у него четыре хита угады и прострелить его довольно непросто между тем он может сейчас а штурмаша я не хочу просто снайпер мы даже пытаться это сделать то что вероятность крайне мало ну у всех кроме топова можно его подсопрессить на самом деле и мантич наверно тут очень хорошо зайдет давай сопресси его полностью двинется мантич скорее всего попадет с его точностью а двинуться он должен потому что я его флангую поэтому не будем вообще бежать никуда все остальные стоят на уверен ханкер так еще нужно два хода продержаться хотя флангуется лидер я в курсе но вместе с лидером у которого миллион хп есть броняющих он тоже флангуется и он дергается и умирает скорее всего потому что у мантич есть меткость своя родная 70 почти 80 есть обилка 10 процентов точности сверху и есть обилка сопресс 15 процентов меткости по целям которые двигаются так что я на него рассчитываю именно поэтому ой телепорт прямо в гучу мутон и два сектора да так ой дробаш хорошо 6 сразу же ой шестерочка кажется по мутону попали в мимо брони еще снайпер кем-то чудом на четверку попадает есть еще один снайпер по мутону в но там броня до еще веро очень по мутону под зад от от брюса три е все все умерли нет сектой джифф слева это его не трогали там штурмовичок двигается ну где ну нет ну почему он не короче да я не рассчитал ладно мне сняли только броню я не рассчитала знаете почему потому что когда я пулеметчиком подходил у меня только-только появилась эта цель и в поле зрения и соответственно как только он на клетку вышел я его уже не видел поэтому да но учитывая то что у него слабенькая слабенькая пушечка ну и вот так и так хотя не так и так убиваем нет крит сработал так что так внимательно последний ход надо постепенно уже стягивать силы естественно сектоидиком и штурмовиком убиваем дуплетом вот здесь вот без шанса 85 крит ваншот нет сколько оставил 2 а почему не такие плотные один хит оставил перезарядочком провалить один ход согласен согласен абсолютно надо уже спускаться или смотреть кому хватает кому не хватает ходов на всем хватает ходов всем хватает на эвакуацию ходов все равно овер хотя уже не стопринципиальным надо же как-то того забрать ребят прям упрясик той да это мы кажется еще бесхозным его вот надо убирать так ты добегаешь добегаешь тогда овервотч последний ты добегаешь добегаешь овервотч можно его гренкой следующим снайпером убить просто и все да давай так сделаем лута все равно не падает какая разница сейчас еще думать как этого сектоида добить и вот лидер нам как-то возвращать потому что лидер как расход потратил есть команда бегом он скомандует себе в первую очередь мэка мы тоже эвакуируем ну он должен тоже вернуться в штаб феликс пусть последний овервотч может помочь тебе и следующий последний ход ребят последний дроп но они бесконечно они будут идти пока я не эвакуируюсь но здесь выходит инж вижу по расцветке черный вроде был какой-то ага специалист который с овервотчем и обычный черный нормально вообще лемминги неудачники но это все потому что сила адвента в регионе 4 вот если бы на шестерочку напали там полная конспирация идет не дай бог там привлечь внимание пошли оверы попадание на четверочку сразу же ваншот от феликса снимает тут же инженера еще один снайпер целится добивает на двоечку кажется еще одного да и остается просто вот солдат но он не просто солдат у него броня так и эвакуация все теперь делаем можно сделать эвакуацию в два хода учитывая то что один остался пофиг уже точно я увожу феликса потому что у него патронов нет он в принципе бесполезен естественно мы начинаем еще с мирных чтобы они тут не мешали сразу эвакуировался 1 эвакуируется 2 до снайперов сейчас первую очередь нас крышу снимать феликс уходит пустой отстрелялся прям отлично не удивлюсь если он будет самым результативным по уронам лидер действительно далеко но а бегом то только на него только на других дает находящимся рядом солдатам то есть на него бонус не действует да и лидер у нас не успевает этот ход ну хорошо тогда мы просто берем неси которая режет разведчика и обладает великолепной мобильностью что сможет следующий ход спокойно вернуться домой а всех остальных эвакуируем слева там задачи смотрите зелененькие защищайте сектор до возвращения выполнено эвакуируйте хотя бы одного участника выполнено эвакуируйте дополнительных участников выполнено осталось только эвакуировать наших замечательных солдат угроза минимальна вообще сейчас врагов на карте нет появится но без овервоча ничем пусть надо было конечно не в этом не в этот регион сплавлять там а я не могу мэком уйти что он не останется ждем следующий пак неважно флангуют лидера разбегаются троем русбрейн как капитан уходит вообще в самый последний самым последним уходит лидер как капитан покидающие тонущие судно здесь люди обречены вообще ну потому что бесконечная бесконечная атака и вот он русбрейн герой гуд гейма нет они могли заделся это мак после встречи мак надеюсь он не пропадет все выжившие бойцы в безопасности подстрекатель возвращается на базу все выполнили ребята массы экспы должны получить 20 человек убили безупречно перфекто мэг не дай бог он исчезнет сто процентов попаданий русбрейн он не из больше всего урона а из дробаша класс молодцы ребята новые рекорды ставим средний урон врагов убита красавцы жду званий жду повышение характеристик горжусь вами мэг защитит регион соло не парься так не может герои ни одного лава лапа а наверное за подкрепу да и не дают экспы а тут вся миссия из подкреп типа класс просто класс так а вы мария снайпер каким-то образом получила она из убежища мы ее достали меткость хорошая смерть с небес дают на крайне мало сейчас надо вернуть во первых на поиск операции в самом незаселенном регионе потому что спецы вернулись живы и здоровы и слава богу надо вообще ревизию провести до мэг вернулся ребята все нормально без паники мэг вернулся тут явно конспирация тут пока материалы ок а вот тут разведданные пошли потому что миссии меня маловато в этом регионе нужно проявлять активность хорошо обломки четыре дня ресурсы пять дней а вот и цель небольшая разведданные но восемь дней двадцать два часа дикий конь операция мясной конь активность в этом регионе как раз мы и дикий конь так небольшая это третье кажется по по заселенности да вообще я бы эту миссию пофармил взял бы под сто процентов не снижая так подожди 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 давай точно это регион с низ самым низким не этот регион с 4 а это уже с четверочкой все силы адвента повысилась хочу следующий регион пока не могу хочу не могу тогда понижать надо конечно же силу адвентом по крайней мере на единичку на 25 процентов это получается мы идем к шести дням и пяти часам шесть дней пять часов шесть дней пять часов проникновения взломайте скрытый компьютер пришельцев нужно обязательно специалист берем брюса естественно берем потому что мобильность командир плюс у него неплохие характеристики сами по себе ойн там да уже псих персональный боевой модуль так а защита давай защиту возьмем четверочка может спасти нужно обязательно действительно взять ниндзю естественно на такую миссию пять часов пять дней двадцать один час у меня получается пять бойцов только да или шесть бойцов фарма на этой миссии может быть и стоит слушайте а взломайте скрытый компьютер сопротивления это же все равно миссия на время я буду под голлум поддержал ваш канал привет у меня в субботу ведуха посыпалась артефакт денег на новую нет да и думаю в духовке запят прогревал в три этапа сто тысяч сто семьдесят и двести тридцать градусов с выдержкой по пять минут видиха заработала остался один маленький дефект правда надпись посреди экран майка я не считаю что нужно на эту миссию идти с типов чтобы профармить потому что она на время и все равно у тебя количество ходов ограничено и учитывая активность пришельцев это у нас получается секундочку это все равно полтора десятка полтора десятка эллинов уложить необходимо надо снижать это количество взлом компьютера это специалист ниндзя разведка пулеметчик вообще молодец ауэс опресс с новыми темами ракетчика нет конечно но зато лидер есть лидер который на ближней дистанции тоже хорошо работает окей поехали бонни черчи красавчик такой взгляд уверенный оооо села адвент 5 хватит так мы здесь на селе адвента 5 переходим наверно в конспирацию и материалы нет нет да потихонечку снижаем короче здесь а почему здесь ты потому что села адвента 6 да все верно здесь развед данные здесь снижаем постепенно активность и но мне очень нужен новый регион ребят очень нужен новый регион инопланетные обломки расчищены семьдесят восемь материалов хорошо и мы сейчас должны с вами строить реле питания по идее если б денежка была можно слетать на черный рынок неграм продать какую-нибудь негромную вещь буквально за дритв 13 баксов тем более лететь то тут господи до них трупы может какие труп солдаты сплавы не хочу крестово тоже не хочу хотя по сути труп это те же самые сплавы только ресурсы же завтра но за ними летать там нужно несколько дней для того чтобы бла-бла-бла мне все равно нужно копье для того чтобы да ставим реле питания в смежные с мастерской к сожалению второго гремлина мне ставить пока некуда скорили питание реле питание вообще-то буквально рубильник который питание включает но странное название для строения я согласен если в этом вопрос ресурсы партизанских миссий провалена 2 событий произошло 3 надо срочно там скоро advent смысле этот аватар за 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 так скрыты события открываем за 5 пятерочку внимательность дополнительная защита в овервотчем некоторым бойцам способность агрессии вероятность крита вы раскрываем за 5 разведданных я готов внедрили агента усложняет обнаружение ответных ударов вот они ресурс материалов 90 всего лишь летим ситуация не очень хорошая глобально конечно о получай старший лейтенант офицера мы обучили теперь он по команде два раза за задание может повышать вероятность критическую попадание всех сил солдат плюс 20 и наверное стоит продолжать обучение бсп учитывая то что с другой офицеру улетел центре военных технологий собственно бсп в стрессе но учится ой не туда это переучивание офицерская школа тебе нужно не центр военных технологий василий еще в партизан очки бы тебе новые тактики поизучать но денег нет денег нет так бсп назад вредитель назад дает бесплатное но неуправляемое защитное действие любому союзнику в поле зрения типа ханкер даун который потратил все свои действия понятным вредитель один раз за бой пусть позволяет задержать прибытие подкреплений на один ход это для эвакуации вообще топчик денег нет я бы хотел там бонусные экспу за 75 но реально бабла вообще не алё овервотч 92 материала вася я даже даже не смогу сделать 125 надо копить на станцию связи с сопротивлением друзья включать четвертый регион отключать четвертый регион мало нж лимит низкий доход неполная численность господи тут сила адвента 7 я сижу в конспирация сила адвента растет что-то мне не нравится тенденции видимо она с каждым месяцем прибавляется на какое-то количество может ядро аллерия продать этом брать на броню нужно кажется как раз это ядром видите 40 баксов было очень помогли сейчас ну и сейчас а через пять дней семь дней лазерное оружие нужно шуметь на соседних квадратах что падал приоритетных я и шумлю мне максим развед данных вот в этом регионе перетаскивать может еще подключать этот регион и тогда я вообще без материалов останусь я вот здесь вот шумлю а здесь деньги и конспирируясь куда уже сильнее шуметь конспирация не снижает силу адвента просто меньше генерит активности снижает спецмиссии по крайней мере да дополнительная активность при такой силе адвента мне не нужны новая цель так небольшая новобранца до идут и персонал сопротивления несколько человек 1 2 6 дней 3 человека это очень хорошо четыре человека новобранец и трое этих небольшая миссия по сложности такая же как как вот будет сейчас и у нас будет возможность посмотреть но времени на два дня меньше спасите сторонников сопротивления штурмовик да может бсп убрать с обучения да мне бсп нужно убирать ставить нового офицера потому что бсп сейчас может даже с бегом помочь мне на этих миссиях и поможет мне еще изучение сейчас партизаночки новых тактик частности опытный убийца мне поможет опытный убийца сделаешь через пять дней точно станцию связи с сопротивлением не сможешь делать нет станции связи топ-1 подключить новый регион там низкая активность адвента там сразу разведданные запускаем ищем миссии начинаем специально увеличивать не снижать порог проникновения прилетает туда топовая тима 8 человек против 40 врагов именно такой план никакой партизанской школы никаких опытных убийц отменяем обучение бсп и подыскиваем внимательно подыскиваем третьего офицера офицер должен обладать какими качествами должен ой рапонга вообще такой псих классный 77 ну она под офицера не очень подходит просто из-за специфики по оружию димка неплохо ну что он разрушитель он как правило близко находится 8 хп мобильности псих да давай димку делать дмитрий брата брата офицером сделаем сейчас нужно под эту миссию скорее всего сто процентов брать потому что меньше это уже три максимум четыре человека и спасите сторонников сопротивления но даже ради трех товарищей персонала стоит пойти плюс тут опять же активность адвента не такая запредельная чтобы или лемминга послать леммингов то у тебя уже нет но лысый есть лысый плотные не мобильный марко не можем послать тогда мы снизим снизим да давай до проходную делать миссию до проходную как раз если выполнишь будет лемминг до этого ведущего ведущего нашего многоуважаемого давайте пошлем попробуем ему еще снять все предметы глушак может выделим какой так а тут что у нас приклад расширенный магазин пушка воздушкой мышка нет почему он так одет потому что он он шоу мэн улучшение оружием давай оснащение возьмем тебе дым выжилить к тебе дать а может помочь 30 стоит я помню надо выжилить возьмем хочешь чтобы он воевал там всю ночь да да это о нем это о нем короче мы снижаем до минимальный судя по всему три дня 10 часов ну 50 плюс короче говоря вообще почти два раза и пропускаем эту миссию основным ну не не идем туда пацанами такими вторым составом можно было тогда и бсп оставить нет вообще третий офицер нужен бсп пойдет на следующий более безопасную миссию так полагаем так далее что ты делаешь далее ты должен где-то бабло надыбать ядро продавать либо дожидаться миссии короче четыре дня у тебя есть на самоопределение а вот еще новая цель небольшая снабжение противника 6 дней 18 часов колонна адвента и уменьшение силы врага вот еще что важная миссия мега важная и вот сюда мы летим вот сюда мы летим хорошим составом но там будет серьезная группа сюда нужно брать гранатометчиков желательно разрушителей разрушитель способность изучает димку вернем до димку вернем ну ракета нужно огнемет очень пригодится то есть мы берем лидера стрессующего ой какая грязь может даже 2 гранатометчика взять ладно бсп пойдет точно разрушитель нужен я вытаскиваю димку из школы офицеров увы вытаскиваю потому что у него одна ракета может там половину перебить бобров понимаете ну тогда давай третьего лидера выбираем давайте сначала бригаду соберешь а потом лидеров будешь ставить и после этой миссии кстати нужно здесь уже деньги фармить потому что мне не остается народу а деньги нужны то есть можно уже сейчас в общем то менять модель поведение здесь с разведданных на материалы еще новые рекруты я мог активнее действовать хорошо что это не то у меня пугает он крайне угрожающая сила соващих класс так так вот а зелененький это снижающий активность что ли нет просто странно что здесь такие здесь такие тут видим это тип миссии как то снабжение противника ладно 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 и так два бойца у нас точно это бсп офицер и дима разрушитель три дня 15 часов гренадер ледокол опять же исходя из логики штамм пущность очень высокая будет сразу же а это два гранатометчика у нас же у нас же в бсп гранатометчик е-мое персональный боевое уклонение давай лучше не нет оснащение кива рачка хочется жилеты поделать конечно хочется короче убираем ледоколами трех гранат ракеты и огнеметов для уеха хватит тебе нужен ниндзя у тебя нет ниндзи зачем тебе там ниндзя там ниндзя реально вообще ничего не могу сделать там и снайпер правда ничего не могу сделать ну потому что я его подводил хреново что реально третьего гранатометчика взять но гранатометчики еще дают штраф по инфильтрации то есть мысли по проникновению дай стволы нормальные зачем гранатометчику нормальные стволы при их низкой мобильности чтобы они не могли подойти чтобы гренку кинуть или как если гранатометчики начинают стрелять свою базовую оружие потому что никто в гранаты по три по четыре значит все уже плохо так а если мы снижаем на единичку то это три человека это 4 4 дня и 4 часа то есть я не могу сейчас никого больше взять ешки матрешки я что-то не нравится эта тьма может не выпендриваться и взять небольшую а это миссия без ограничения ходов тогда нормально тогда мы можем подсоточку брать это же миссия без ограничения ходов можно вообще всех набрать да 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 конечно сейчас начнется только думай кто тебе реально нужен скорее всего будет выбор либо один гранатометчик либо два обычных гранатометчик мне сколько даст 47 неплохо могу ее в шестером уместиться рапонга красавица ой да тут ой-ой-ой-ой о 6 человек помещается два штурмаша 2 хэвика снайпер рапонга нужна до рапонга молодец только с оснащением у нас проблема как вы видите жилетов не хватает и я хотел аэропатроны дать чтобы она могла мутонов вырубать ближней дистанции святошу что снайпер снайпер вы тоже патрончики бы все разобрали так а если я сниму предметы я точно там снять предметы снять броню взять все оружие давай заново может там есть конечно ниндзи нет у меня базовая маскировка будет так что все нормально базовая маскировочка будет что снайпер делается ему бы хотя бы трассирующую пулю произвести им так не жадничай либо трассирующий кристалл и лирия либо бронебойные трассирующий у нее там с меткости вообще беда 75 хоть 80 будет так там у пулеметчиков стоят автозаряжение расширенный магазин переклад и магазин надо сейчас взять хотя бы одного пулеметчика и вынести пулеметчики я не могу снять пушек пушек пауэрапы думай 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 ладно снайпер с дымом а чушь разрушитель с аптечкой серьезно что-то мне это не нравится ну конечно из огнемета ракеты все дела но ему лучше какую-нибудь гранату до докидывать именно атакующую зачем вы если у тебя два гранатометчики михаила дезинфитацию берем димага димага тоже не готов броня не то а понятие чтобы персональным боевым эльдар каримов без персонального боевого модулям а их нет в общем и так у тебя два гранатометчика снайпер два штурмаша и разрушитель много-много-много гранат светошумовые в том числе одна единичка бронебойных патронов поддержал ваш канал на сумму 100 и сообщает в роддоме переполох родился темнокожий блондин с раскосыми глазами акушерка говорит молодой матери меня это конечно не касается но на вашем месте я бы вела себя более осмотрительно при групповом сексе счастливая мать ой ну хорошо хоть не гавка отлично у тебя чувство юмора прям прям класс завидую я даже вы его за это прописал просто помощники за бантию пожалуйста конца трансляции ё-моё я не полетел да я не полетел ничего вроде там сохраняются все вот эти вот главное дорода сохраняется весь equipment главное правильных бойцов подставить тогда 6 это будет очень сложная и очень важная миссия там будут мутоны там будет весь фарш ну да мутона включительно соответственно но не будет ограничено количество ходов в отличие предыдущей миссии так материалы материалы снижаем в общем разведку сейчас мне никуда никого больше вместе эти выполнять если честно небольшой развед данные два дня два дня я даже леммингом там особо ничего не смогу сделать за два дня тем более одного лемминга уже послал даже особо леммингов не осталось да мы сильно увеличим скипаем я понимаю что там события а вот и миссия подъехала основная может на 150 135 внедрением произошло реле питания так показать отсек ну что ты будешь делать тебе нужны материалы я предлагаю продать реактор на черном рынке и надо было это сделать загадяя потому что сейчас я потрачу еще пол суток на то чтобы долететь до туда продаем ядро и лерея до 42 этого мне хватит как раз на новый этот так и ставим мега важное строение станции связи с сопротивлением можно одного гремлина на реле питания просто чтобы помнить о том что он есть строительство все равно и не смогу устануть семь дней нужно вынь да положь денег нет впереди серия сложных миссий раз-два-три тут бы проникновение до минималки вот не знаю успеем не успеем там 44 процента кажется я не доводил до они я доводил до 150 вот 151 и изи но незначительная причем незначительно это не минимальная еще нас ждет 10 12 человек на миссии и сюда полетели топовые оперативники начать операцию надо перевести этот файлик на русский very light незначительно минимальный экстриме light а потому что сила адвента в регионе уже высокая да точно понятным да надо еще делать скидку на силу есть там файлики difficulty mode модификатор инфильтрация стрелять difficulty mode 1 и 5 total infiltration 25 days boosted нет там вроде нет этого фактора когда будет меняемся к лучшему ждем ждем я постепенно документ готовлю надеюсь там ведь еще подключится ближе к анонсу нас пятером компьютер здесь итак у нас есть феликс хороший снайпер для него вырисовывается неплохая позиция сразу же нас есть мантич который скорее всего тоже должен будет первым же ходом учитывает то что здесь все простреливается занять высоту так так едем дальше русбрейн лидер мобильный вмешательство вот можно потратить разведданные для того чтобы увеличить таймер вот это вот вообще обилка офицеров топовая в обязательно каждом отряде должен быть офицер маневренность светошум и на ближней дистанции работает так призрак делаем разведку на 7 она мега маневренная еще конечно модуль бы запилить перед сразу туретку специалистов у нас нет две туретки 8 ходов 10 12 человек 2 туретки мирные внутри стоят вроде я увидел на какие что они видят что не видят один вообще на крыше стоит кстати вы начинаете миссию вот отсюда а нет вы его видите все равно вот если бы он стоял на на единичку дальше могли его не заметить и сам так лучше смотрите начать его поближе надо выводить сайпером можно она сейчас никого случайно не спулить раз не забываем еще чтобы не вор у нас есть так у нас помни за 2 а нет у вас специалист же брюс ёшки матрешки протокол блокировки стопроцентная отключка лучше конечно управление 60 но на нет так давай на полу разведку еще посмотрим кто там дальше вот пак раз два три четыре пять сектоид оранжевый там дроид еще один был тут жара начинает со стартом 50 процентов это не вариант отключение туретка не приведет к ее активизации скорее всего крайне дроиды нет ни того но протокол блокировки мне может пригодиться сейчас посмотрим как пак себя поведет если они начнут отступать я лучше сначала разберусь с туретками или вообще их обойти позиция хорошая для снайпов что не хочется отходить вторики вход здесь начинок да насколько понимаю считаются по количеству элементов в принципе пулеметчик обычно сектует шесть человек ну там 7 еще дверь открывает вид поблизости а нет с нормальным я думаю что надо делать разведку и пробегать кампу вот для того чтобы увидеть где остальные это все что есть на группа находится внутри черт возьми так думай я знаете хотел бы что подпроверить если у меня в сейвы были я хочу мантичем проверить как работает ауеса пресс при инициации то есть вот есть у вас пак из четырех пяти человек ты начинаешь и гранату кидаешь а вот именно их всех под широкое подавление то есть они агрятся начинают разбегаться и он по каждому без штрафа начинает стрелять то есть если это так работает то это конечно мега круто о тут полное укрытие оказывается есть за знаком оранжевый ракетчик говорят ясно а сопресс нельзя использовать из маскировки жалко поддержал ваш канал на сумму сто рублей и сообщает красава да нафиг знает короче ребят у нас проблема единовременно большое количество врагов собственно все кто есть на карте они вот здесь представлены вот здесь вроде и враги то не очень серьезные но количество количество ужасает еще пушки такие что не пробиваю даже сквозь бронированные эти я думаю надо пробегать мимо если мы отталкиваемся того что это все что есть делаем разведку слева забиваем на эти туретки потому что они очень много мне сильно мешают передислоцируемся ближе к квестовой точке занимают позицию соответственно снайперы здесь мы избавляемся от необходимости сражаться с туретками и выполняем с большей вероятностью миссию поэтому скорее всего сейчас мы должны организовать марш-бросок куда-то сюда всеми причем блин там могут быть мирные это время займет конечно меня тут никак не увидят могут 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 и здесь могут лучше еще один ход потратить на более сэйфовый передислокацию нету туреток общий вид они везде достанут да на самом деле я все равно бы хотел передислоцироваться потому что мне в конце концов нужно миссию выполнить то есть быть ближе к компьютерам хотя ничего страшного не будет если я просто даже если миссию зафейлю это не на эвакуацию миссия то есть дай ее зафейлю но спасу своих пацанов то есть первично здесь что спасение пацанов вторая задача это собственно выполнение миссии мне кажется здесь будет сэйфовия все равно потому что этот пак тусуется где-то по центру здесь этот пак менее активный и туретки далековато 7 ходов это вайп давай рестарт ты ну бас не шарящий во-первых у меня плюс два хода во-вторых цель очень близка я туда за два хода добегаю давай рестарт такой ты не очень капец вот не здесь не буду я снайп от переводить на этот ход слишком рискованно получше подведу что если эти двинуться вниз резко могут и заметить так второй ход мы тоже прогуляли двигаются в сторону но вроде не доходит до мне будет сложно сейчас мимо проходить очень хорошо встали по час бы начать я все еще на полпути там еще один пак выходит 6 окнесси уже должна идти вперед 1 разведываем а там один дроид хорошо может основная часть не там командир чумандр давай пока на походам главный снайпер и пулеметчик поставить сейчас а как а ты не добегаешь блин да тут все набегают капец еще один ход ладно значит тебе нужно фактически до этого довести специалиста дистанционно взломать ходов на самом деле у тебя есть они есть они у тебя ходы эти михаил не кипишу и бесишь меня спускайся аккуратно специально подводить как там вижу мирный номер на они не ходят поэтому еще замечено чем тише ты говоришь тем меньше вероятность тебя спалит так снайпер все равно следующий ход выходит на позицию только айсус поддержал ваш канал на сумму 300 рублей сообщаю спасибо шутечка за 300 давай дед фронтовик рассказывает внуку принесло нам взрывом в окопке кто не красавицы мы ее и так и эдак не я весь взвод обслуживала внук спрашивает деда избавил я часть зрителей от еще одной на мой взгляд не очень шутки ну за 300 пойдет на самом деле шутка но так заходи штурмашом надо чуть-чуть что не стоит и чуть-чуть стоит это все все враги вот что мы видим две туретки 4 здесь 45 там это вот все блин как бы они не фланганут но как бы сейчас меня не заблочили ёпыры сатэ это провал ребята да ни позиции ни хрена нет только туретки не видно так а видим ли мы да вот этим товарищем разбрейном спалюсь сразу тебе фланг ой твое налево из бонусов без всего сразу 8 человек надеется что они сейчас уйдут довольно прометчиво мне кажется надо стягивать всех вниз точнее не всех а разбрейна стягивать вниз что пулеметчик то не видит дальних правильно он видит только этих четверых соответственно и они его не видят и не факт что они согрятся то есть они меня пока не видят возможно у меня будет один ход феликс видит исключительно изобствующего вида ниндзя не спалится если конечно его не фланганут что ниндзя тоже отступать слушай может ему обилочку поражать пойти сразу по его помощь может пригодиться но если нарезает будь здоров у нее топор фришный удар гарантированный гарантированным убийством ну думай тогда михаил мне нужно пулить пак джейс не показывается эти а я не понял почему не показывается сейчас показывается что не обилка какая контрольный контрольный лидерством уклонение скорость проникновения во еще кстати машина граната во первых они стоят в одной клетке от нее во вторых у меня гранат чтоб не соврать нет оооо можно этим отступить и инициировать вообще сморозки да только одна проблема тебя спалят нет ты не можешь сейчас уже уйти а ты обилку из них оп а так двое все равно видят а так двое все равно видят может дверь откроем как-то нет а так не ну как естественно не видеть будет бжи 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 ладно по крайней мере штурм может отступить хотя его не зачем вот штурмаша сейчас трогать да ну чтобы он помог паку михаил чтобы он помог паку не в это так следующий ход русбрейном точно отходим точно точно и скорее всего именно он будет закидывать сюда светошум потому что там ракетчик да и сектует тоже не хочу чтоб он стрелял светошум кладется окей здесь может быть имеет смысл чуть-чуть отступить хотя я за фулл кавером и скорее всего сможет поработать Игорь Андреевич на овервочем тут загрем сразу же не хочу я верхнюю пак просто агрить вот в чем дело поэтому не хочу то есть снайпер у нас на овервоч встает да ну да подожди ты один ход откуда ты знаешь что они сейчас на меня не пойдут и что они флангавнут этого хэвика например подойдут сейчас вот ты бы сейчас играл бы на без сейвов прошел бы там до там не знаю пятого месяца и решил бы проверить а куда вот они дальше пойдут вот вот любопытно рискнем скажешь ты хрена с два я не хочу рисковать реально они могут дойти и флангануть хэвика и после этого тогда уже процесс пойдет абсолютно неуправляемый потому что во первых они могут действовать частично после того как меня обнаружили во вторых они успеют разбежаться до светошума в общем лёха шаман ты не прав я не буду я не буду двигаться пулеметчиком в первых потому что у него полукавр он может выбрать более удачное место после того как они разбегутся и второе возможно понадобится что-то от него конкретное но снайпер увы делает овервач здесь все понятно саппорт отступает ли саппорт нет он с этой точки при практически любом движении противников постреляет а стреляет он метко поехали что делает штурм штурм к сожалению не может вернуться таким образом чтобы не задеть других поэтому он возвращается полфода раз и возвращается дальше непонятно куда пока скорее всего под под его фланга здесь могут заметить чёрт укрытие вообще не завезли ладно давай чуть подальше вряд ли его снизу заметить вспомню это мой козырь ну всё к сожалению я вынужден инициировать так еще не поздно святошу кинуть другим зачем ну хотя бы для того чтобы дать дополнительный ход кому-то кто уже сходил например этому товарищу который сможет на халяву выстрелить и может даже кого-то подрезать ну тогда у тебя спец будет под под полу укрытием получается так нет не выдумывай с богом ребят не видим следующий пак надеемся что не спорим поехали врагов значительно больше нужна нужна тактика специальная ее придерживаться естественно дезориентация на четверых естественно глаза для сектоит ракетчик и двое бронированных обычных побежали сектоит попадает первым под удар снайпер стреляет мажет видимо из-за дистанции нет 71 неплохо и никто больше не не работал так здесь напрашивается ауеса пресс соответственно отступлением сектоидом надо отступать чтобы уменьшить вероятность полу следующего паку что это самый крайний получается фил кавера все равно нет поэтому отступаем так делаем широкое подавление стараемся захватить троих троих захватываем нет обелок снижена точность сильно снижена точность глухая оборона еще сверху главное чтобы следующий пак с этим это я со временем разберусь должен разобраться дроид летит так ладно пока один овервотч давай давай бонич 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 ну бонич придется блочить видимо сектоит стреляет вероятно здесь процентов ок эти бегут овервотч отлично 6 попадания мальчик хорош единичку правда оставил овервотч нормально этот ханкер блин широкое подавление так классно работает то есть они реально вот вот ракетчик у него скорее всего плюс десятка у него меткость там 75 то есть у него там 75 минус 30 от сапреса 55 25 от этого 25 остается и вот он выбирает стрелять ли ему с 25 точностью по этому ну или там по кому-то в полу кавере там получается ну не знаю процент 5 а у тех товарищей у которых базовая точность 65 у них вообще нет выбора никакого итак сейчас важный момент ходов по-прежнему у тебя мало рано ты радуешься хорошо что конечно ты не спулил дополнительный пак но тем не менее нужно думать как действовать дальше с одной стороны фланг но не забываем про пушки протокол помощи протокол блокировки кажется лучший из возможных вариантов здесь но непонятно кому помогать пока что неси пока что в инвизиум снайпер 88 ваншотинг кстати дроном помни про овервотч помни про овервотч скорее всего надо блин а если забираться буду с пулю тут пак может забить тогда на миссию ну в смысле на вызвать сразу этот перехватчик и свалить отсюда потому что я их фланговать не могу из-за того что там туретки там перспективно пак соответственно я должен их как-то с полу кавров ущелкивать 61 этого надо убивать наверное топориком раз давай свободное действие да я из инвизы выхожу пофиг отлично лут еще овервотч сняли в бой как грится вступает неси дальше 88 мне нравится идея бронебойными с патронами пробивать давай тем более вероятно сконская хорошо правильно филипс делал можно добавить действия не забывай что сейчас закончится время действия с светошумом если эти эти то обычно вообще ли там кто-то особенный этом пулеметчик есть пулеметчик есть пулеметчик есть не успеешь валить так валит я всегда успею я же вызываю зону эвакуации не назначают зону эвакуации у меня задача компьютер взломать и улететь по своему по своей эвакуации я сейчас могу смогу спокойно вызвать эвак и кстати это можно сделать это надежнее будет значительно переходом после этого кажется пойдут еще могут пойти всякие подкрепы ну и за угол сюда нет лучше сюда тут не за угол да какая разница блин сипкор да мы знаем об этом баге поправим так так к сожалению неси не может выезжать ни в кого она может только кинуть морозку но морозка крайне неудачная потому что она никого да неудачно получается так ты перезаряжаешься ориентировочно будет опять ауес апресс по двум дальним да не буду святошум не кидать им широкое подавление лучше себя зарекомендовало сектоид может действовать но я не вижу аутов как мне его убивать я его флангануть не могу лучше наверно перезарядиться оморозить его это тратит ценную гранату погоди у нас же еще раз брейн есть русбрейн но опять же русбрейн с дуплетом он тоже если врывается эффективный может не пожалеть дезориентацию на секторе или забить и на туретке лететь на туретке модуль точечный если бы поработала еще эта пассивка если бы я был подальше то может быть и ворвался блин я связан по рукам и ногам так у тебя же будет ханкер если нет игру очень короче говоря умеешь с богом ребят все мои воровочки цена из ориентация снята так они с большей вероятностью будет стрелять сектоид поднимает зомбаря окей это потерянный ход блин я бы этих эту четверу скрыл бы из если бы не 4 процента попадания конечно 4 процента да эти тем ни к чему на 3 хода может попробовать по да можно было с кто это попробовать лидерской этой обилки за за решать дело в том что я уже не буду с эту миссию выполнять до конца ну потому что потому что да потому что я не успеваю сейчас лезть в аркаду еще под конец это крайне глупо все зомби то я могу солдат адвента здесь неплохо взять 65 давай феликс чуточку хочу лут тем не менее есть еще вот один на лут ладно забиваем на этот жалко жалко я понимаю что жалко но топовые команды аркадец на последние ходы я как-то не очень хочу там целый пак еще и потенциально турец которые включаются очень поздно передумать михаил не сломать можешь компьютер как только вижу он будет давай ворвайся несси там ходит по заморозишь его они разбегутся меня уже видно не знаю давай ты можешь если продлить таймер да можно если продлить таймер но это разве данные короче я хочу сектоида порезать вот отсюда ну это ваншот зомбаря добавим ход убежим оттуда ой лут еще двойной умница несси ты можешь захватить сейчас попытаться туретку если туретку захватишь то значит можно бежать у тебя туретка ой дурак уже не захватишь ты стрелял так отдаем приказ несси убираем ее отсюда даем ей пол хода лук пока оставляем блин некуда прятаться серьезно давай вот так по крайне мере от двух дальних тихо ребята спокойно спокойно слушая компьютер действительно могу с любой дистанции взломать я не могу с любой дистанции взломать ты чушь тихо тихо мимо у тебя 50 процентов там дезориентировали опа промах 3 процента нет эти не попадают а слушать у меня не два хода у меня три а туретка чё а то есть надо реально вне ранжа работает ее не видно сейчас так несси дезориентированным 65 65 стрелок он добивает его упыря может и не факт что снимешь у того хорош пока ждем берем управление дроидом ну а дальше то что нет нет не выполняй миссию вас не выполняй миссию вас не выполняй миссию этого бери под контроль да нет оглушаем не взял бы контроль надо еще лут как то взять анесси не может взять лут если прячется за full cover доп действие надо накидывать ой лут пропал по-любому пропал лут слушай может реально за разведданные нам ждут еще экспо отключение сети 4 хода ези же за 30 разведданных продлевать будете буду продлевать будем так точечный сапресс пошел раз может ты подойдешь тогда немножко если сейчас пак хочешь спалить нет тогда сиди подходить надо несси подходить надо лидером подходить надо саппортом пулеметчик и снайпер стоят здесь ждут там еще пак на 4 хода как без гранат в смысле я сейчас не лезу не убиваю исключительно из-за того что дальше может быть пак то есть а так берешь меч берешь рейнджера с дробашом и все и вперед миссишь просто миссишь да и подрон наблюдателем пострел он же придется до рано или позднее более два раза ты стреляешь а я сделал выстрел это плохо это плохо а вот и пак это косяк так офицер справа на овере это ерунда но уверен блин они с туретками рядом кажись надо эвакуироваться фулл каверshock по снайперу держись попадания 13 процентов все равно у него не очень айеяй валим короче ребят валим И туретка еще стреляет Капец Туретки реально имбовые На овер еще встал Все, эвакуируемся, нафиг Никаких трат Никаких трат Тем более ранения есть у Ниндзя Так, кто у нас там с молниеносными? Никого Никого Так, команду бежать не хочу Так, Брюс у нас не доходит За полхода, так бы я, конечно Слушайте, у туретки там Точность вообще не алло Ну реально, не алло Начинаю эвакуироваться Неской Раз Файловая миссия Мантич, может, сагрит А, туретка вообще не видит Может, у нее овервоч не работает На, если вижены нет Так, Росбрейн как царь Просто последним должен уходить Сейчас проверим Работает Ну там точность должна быть смешная Ну 38 И она не такая мощная Туретка на самом деле Там шума много А толку не очень Феликс эвакуируется Он, конечно, не ранен Но Броню потрепали Ребята, да Эта миссия была очень долгая Я старался минимизировать риски Но в результате Было бы лучше Если бы я начал сразу воевать С двумя туретками Потому что они мне аукнулись С двумя туретками И этим паком первым Наверное, было бы лучше Я бы снайпером В один-два хода Одну снял Одну отключил С паком тремя Как-то разбирался Удерживал их Да Задание провалено Увы Что-то мне могут дать Ну лут, во-первых Да, или ядро Элери Мы за 40-лет продадим Выучим В офицерской школе Что-нибудь Я не понял Почему ты эвакуируешь По возможности А не тогда Когда последний уходит Надо перекрывать Хоть на оверах Не понял От кого там прикрывать 8 дней Ядро Элери Так, 7 дней Связь с сопротивлением Я не уверен Нужно ли мне под лазерное оружие Ядро Элери Ну мало ли Основная группа Снова в строю И наверное Я вот в этом регионе Там где мы Снижаем Пытаемся снизить Возобновляем Не материалы добычу А миссии Хотя ты по остаточному принципу Можешь добыть Не-не-не Пока давай Давай без Давай на деньги Деньги сейчас важнее Поверь Так Входящее сообщение О сопротивлении Убежье сопротивления региона Замечены недружественные переговоры Советника добровольца Из убежища Должны выследить Ликвидировать шпион Это новая миссия Призрачный победитель Устройте засаду На силу адвента О, вылетела игра И там сразу миссия Причем Или это так Которую я типа готовился Это облава Знаешь как пугают Новые миссии Когда Ты вот с чем-то приходишь К ней А зачем Зачем Спойлерить Сейчас подождите Я экспертам Выдам Сразу Пыбы Параре Трайзапорот Наком Очень интересно Играть Когда вот такие Эксперты Блин Сидят И рассказывают К черту Найс Новый трай Я смотрел стрим Я играл На нормале Я знаю Что там будет Капец Эксперты Бесят просто Так Сгружаемся Смотрим Что за миссия нам там досталась Поехали Поехали Да это миссия Какая там Ну не скриптовая Короче Это не Не стандартная Наша Ладно Я не буду пытаться Там как-то Ее предотвратить И че Снова сюда И она не срабатывает Так Освободите пленных повстанцев Освободите сопротивление сторонников Отлично Поехали Операция Стандартная Миссия А два чувака в бане Знаете Как сейчас Локти кусают Что там Напечатать бы Ему сейчас Блин Не печатается Не печатается Жаль И так будет Еще месяц Ой Вжух И нет миссии Сейчас мы Суицидальную миссию Попробуем Маркони пройти Он Идиот Конечно Но может Получиться Там 10-12 врагов Посмотрим Что Да как Надо срочно Регион Подключать Новый Всех В конспирацию В других регионах Там полная Движуха Причем С С С Минимальной С Минимальным Проникновением Что Чувствуются Такие моменты Так Просто Я не знаю Как это писать Это что-то Такое Гадкое Но Приятное Побег Несколько сторонников Сопротивления Были захвачены Во время зачистки Удерживаются камеры В этом секторе Где камеры Ой Куда Уводить Четыре человека Так Эвакуация Недалеко Это уже Хорошо Ой Маркони Ой Маркони Ой Не 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 Маркони Так Здесь Много Пилить Здесь Тоже Сравнительно Много Я не хочу Делать Такой Конский Крюк Сразу Риск Есть Ладно Выходим Смотрим Никого Давай так Очень тихо Очень аккуратно Вижу Вышка Вышка Не враг Вот И Очень опасно Товарищ Справа Шаги Офицер Ой Сколько ХП У них Блин Пока Не поздно Сворачивать Вопрос Только Куда Ой Может Спалить Он же Далеко Летает У него Ренж Хорош Очень Что Маркони Быстро Закончится Любасим Да Твари Добро Я предполагаю Надо До предела Просто Ронять Ронять Акал Пусть Здесь Пак В перспективе Будет Для начала Нужно Свалить От этого Упыря Сейчас Пошла Чистейше Воды Аркада Маркони Маркони Господи Какой же Ты не очень Они там Что я Ата-та-та-та-та-та-та-та-та-та-шел Что ли Блин Я не могу Идти Не идти Сюда Понимаете Не могу Не идти Может Один Ход Хотя Подождешь Давай Хан 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 Не рядом Блин Не рядом Хан Да беги Уже Чего Ты Лысый Так Пока Жди Да Ой Тихо Бежим Магрим Скорее Какой выбор Ой Беги дальше Ой 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 Козлина Тупая Сейчас Меня сразу Оглушают И две Змеи Ой Девочки Ой Да На мне Кстати Жилетик Есть И Ход Еще Ой Хорошо 88 Мисс Мимо 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 Резовентация Капец Он будет Больше Страдать Лучку Змея Убила Сразу Трави Его Так Сучка Ладно Марко Не потерялся Где-то Суицидально Была Миссия Но Хотелось Да Хотелось Но Хрен Тебя В Все Убилей Сейчас Будет Еще Более Жесткая Миссия Помните Там Где Мы Нападение На Конвой Должны организовать где будет человек 15 у нас не топовая тима минус жилет да не надо было ему жилет давать это главная ошибка не то что его не надо было миссию посылать слушать а может в конспирацию идти пока не поздно не нормально лазерное оружие прототип помещен в инвентарь новый предмет лазерная винтовка дракол пистолет лазерное оружие лазерный пистолет дырокол так кристаллы и лерия разбираем реактор так а что как как мне мне нужно производить предметы или 20 материалов михаил 20 материалов дробаш нужен одна винтовочка снайперской все равно нет к сожалению денег нет денег нет а в инженерном мы вообще что-нибудь добываем пилим станции сопротивления конечно одну уже тебе дали и и материалы нужны здесь материала конспирация здесь полная конспирация но сила адвента ужасает конечно проникновение соточкам сейчас пойдет да вот на миссии небольшая снабжение уровень готовности обычной эвакуации четыре хода но эта операция кроме всего прочего уменьшит силу врага и она не без ограничения на время но она жесткая если это одна из тех о которых я думаю это как раз вот ты убиваешь там какие-то паки вокруг а потом вокруг а потом хоп и 10 человек появляются и не помогает конспирация видишь же пармедан и еще месяц на снижение силы в регионе так что теряешь ребенок всякий террору да точно я хотел бы проверить потерять один регион я не хочу соваться на силу адвента 7 на миссии ой там вид винтовочка уже что ли новая появилась так устроить засаду во первых у нас есть ракеты огнеметы сергей бсп бурдуков получай две обилки с увеличением крита run and gun снайперы так нам только отсюда аккуратно выйти во первых я с угла начинаю ограничение по ходам действительно нет позиция для снайпов ближайшая вот она но на хреновый на мой взгляд потому что потому что выйти мы можем кстати через через ящик так давай-ка мы возьмем возьмем ниндзю которого у тебя нет на этой миссии главное здесь занять позиции правильно видим можно поломать спецов кажется я сюда не брал метод два или три штурмажа 2 хэвика и снайпер а и разрушитель еще паника проводились велика воду не рекордали так сна и по надо выводить дверь открытия в конце концов сейчас снайпером открою чтобы можно было и так выйти что это здесь мирный скотина хорошо что мирный не ходит это был бы еще тот аттракцион могут спули то так вряд ли не стоит торопиться ребят он не стоит слушаем змея слева полотки животных изучаем который год смотрим никого подходим потихонечку потихонечку добраться хотя бы с найком до возвышения вот до этого возможно туда поставить как туда поищу поставишь михаила скажем вот как на духу скажи кого-то туда собирался еще ставить блин змея может успеть так стрелу но вы бы знали тут народу трендец разовы снялся травушка если вы змеюшка и фасо . так давай подходи так и никого не мою так а сам конвой то он должен быть по идее а вот он скорее всего вот она дорога а карта что такая маленькая и не очень маленькая но скорее сюда конвой вот вот туда должен он баррикады вдали виднеются это она но тем тем важнее сначала проверить товарищи слева кто там есть его магио стоп там стрелочек 8 они стояли в лесу смотрели вдаль если на этой миссии реально 15 человек так может быть мы их тут начнем принимать может быть это основная группа людей тут капец конечно дроид обычно обычный пулеметчик инж обычно еще кто там дальше был ракеты да у меня одна ракета понимаешь я поэтому интересуюсь потому что ну как бы да так ладно штурмаж по-любому туда понятия лежал один штурмаж по-любому туда побежал 2 ой 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 полукавры михаил полукавры здесь фул будет так ты не докинешь так снайпера я хотел бы все таки где снайпер ой 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 не расходитесь ребята ждите ждите ща прилетит так что мы делаем сразу ракету сразу ракету михаил сразу ракета попадешь ой не знаю димка как у тебя с меткостью вообще не очень а тут машина двое моих стоят может лучше гренку гарантированно кинуть тем более у у бсп там гранаты кажется критовать могут а дополнительные единицы урона у него еще слушать а если я это один пак они ходили в разное время а вот и снайпер наш замечательный а я не могу наверху забраться что этот выбирал куда снайпером короче друзья надо сейчас четко определить кто нас увервочит снайпер увервочит ну факт нужно дофига всех добивать вот когда город морозную гранату гранатометчик решает да согласен нужно было его по-другому совсем как или живем один раз ракету но 27 там еще разброс такой по дамагу не очень у у гренки у гренки то минимальный урон больше а максимальный меньше чтобы их накрывать вот так вот кого ставить на овер точно не штурма шей никаких ракет вы что с ума сошли нет ничего вообще логичного в этом действии но может чуть позже короче только один овер да получается тебя снайперский здесь тоже лучше гренку оставить она поехали ребят накрываем всех кто-то лег там и сразу же ой не всех ой там трое еще может ракеты сейчас контроль свой по офицеру снайпер давай работа поработал хорошо пятерочка единиц хиту поставил окей ребята все вот сейчас уже думаем о ракете а второй гранате о ракете хочу думать на ребятушкины думать сейчас можно вот так вот ты же не за 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 тебе нужно у дальних укрытия снять ближнего офицера ты и так убиваешь зданиями что-то да зачем ракеты михаил вот зачем тут гренки снимается дэмэджи с аудит вот эти вот трое остальных пыщ пыщ штурмовиками добиваю музейшие темнейшие нет факт народу много может огнеметом огнеметом выкуривание ребята есть более удачная аркада смотрим добрый вечер ой добрый вечер так огнемет недалеко да а вот выкуривание которая бьет дальше может мы им выцелим а один второй третий четвертый чуть-чуть 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 четвертого задеваешь конечно жги раз два так это догорит этот догорит этот ушел что-то не очень хорошо получилось я думал так во первых я не достал по четвертому это раз я по офицеру не достал еще лут выпадает не забываем хорошему надо бы дам так это какой обычный этого белок нет по михаил не выпендривайся давай бомби 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 как можешь раз-два точно офицера убить у того броню снять еще гелку убрал хорош сделал повышение так здесь очень два ранга не рассталась всего я предлагаю святошума и злась а еще смотрите дым он он а когда гнеметом там же еще обилка что дым вокруг вообще класс так а это то горит или не горит он вроде должен был гореть чем не горит до штурмовиком я попробуем все таки святошум докинуть до дальних при нового датилева что уж лучше пулеметчик убей число или быстрое развертывание быстрое развертывание тогда у тебя будет святошум халявный по-дальнему а давай захватили этого чего-то нет и убьем кого-то из ближних дочь же погас так кто опаснее опаснее конечно стрелок но по нему вероятность не очень мне повезет хорош лут что делает последний штурмовик первое что он может это за раном ганец товарища гарантированно убить но зачем потому что ты можешь сагрить справа пацанов второй вариант ты просто в него кидаешься это шумовую да я не хочу чтобы он сейчас накрыл инж гранатами сверху пусть даже это будет какая-то саппортища мне дезориентация на 5 человек не нужна хоть убейте посмотрим он горит не горит вроде должен гореть этот горит афид ракетчик не может ничего сделать тот дезориентирован еще два дезориентирован тут по сути только один нормально действует и дроид этот бежит может бежит просто паника паника хорошо лук не по тут заглушение скорее всего но я готов был на эти жертвы в общем-то пойти прилег отдохнуть бсп вот это полноценно действует но нет забей он тоже такой этот не горит оказывается и хорошо что я светошум кинул так бы у него было 36 процентов попадания от дезориентирован мажет 11 процентов а у сейчас агрессивненько агрессивненько михаил залетаем тут ранен ган явно ограничение на ходу на ходы нет помни про это пошел ранен ган здравствуйте тут снайпер 50 40 30 возможно из-за того что дроид рядом стоит я бы это тоже нужно ранить и гоните на дальнего потому что движник мы так и так убьем поехали этот догорит вообще то есть вопрос только с в инженере дезориентирован черт вот сейчас ракета не должна промахнуться там три змеи и станер туда нужен светошум на нас нужен дым сейчас все оставшиеся ресурсы внимательно используем так вот тут ты за кавером ладно тут ты этого по-любому бьешь да ёпара сетки но лишь свободное действие на защиту есть могу ли я его уже после того как я походил использовать не могу так есть гренка есть рокет и снайпер три человека осталось капец ладно этот догорит но инж еще же работает блин грязь какая а ракеты ты их не убьешь а светошум как хрен там хрен там 27 рон блин ракеты вот на них ракета уже не очень эффективно блин может подставить цель первых я хочу хэвиком еще одним подойти что вместе с ракетой и вторым гренадером мы можем по крайней мере двух змей за это самое но хэвик ни черта не плотный так он достреливает только до одной так он будет бить всех этот сгорит еще не хочу здесь толпиться я понимаю что дым но я скорее дым кинул на вот этих вот цинов так что я пойду помогать штурмовику ой ледокол давай аккуратненько что можешь то есть ты должен стрелять после того как пройдет ракетам вообще хватит рейнджа слушать а может подойти огнеметом попробовать жахнуть огнемет же в конце концов нас нет ракета вася ракета ракета попадет по троим для начала нет не факт вроде попадает троим вот так главное попасть вот эта задача то еще по двоим попали хорошо стеночку убрали нет не убрали да это провал да это провал я не хочу еще толпиться потому что может быть я а снайпером снайпером хочу за фронт кавер а а кто будет приоритете у нас полуукрытые штурмовики скорее всего хотя они динамично подстраиваются они могут с легкостью выбрать другую цель а а я попал конечно без саппорта сейчас еще трат 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 травить будут давай сразу выкладку взяли лучше на отступление короче сейчас дроид инж три змеи и станет я принципиально никого не могу добить ну хоть по инжи стреляй реально просто стреляй по инжи потому что ракета никого не убьет гранаты никого не убьет хотя нет есть вероятность убить убить с пятерочки но это 25 процентов инженер-то без штрафа будет действовать а ты его гарантированно убьешь если с гренки гарантированно если без гренки то 77 процентов нет инжан на стиле и остается один снайпер которому необходимо принять важное решение кого дынить дальнюю группу с какой позиции дальнюю группу а с этой позиции ты дынишь нормально да тут фулл кавер тут фулл кавер плюс дым или нас вдвоем задымить исходя из логики что не 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 надо штурмовиков до дальних этот не добежит со станом а до этих может поэтому надо хотя дым вряд ли помешает ладно делаем дым капец как же я пакта спулил под конец жесть лут не забудь да этот догорел это понятно но мне интересует три змеи и станер большим бежит станер хэвику мимо мимо 76 мимо неплохое начало держи держимся пацаны дроид пофиг дезориентация скорее всего будет какая нибудь забей промах 54 три змеи самое главное три змеи крит 4 защиты у нее еще беги обилка рапонга не выдержала ой выдержала выстрел промах 19 процентов держись держись родная держись держись 10 процентов промах ес так у кого нибудь есть аптечка есть аптечка если что ой змеилки подколодные так рапонга давай в последнюю очередь ты действуешь ну что шкуры змеи не будем типа портить зря ты выпендриваешься Михаил там еще живая здоровая змея да ты вот этих вот двоих достаточно спокойно убиваешь но я бы не стал я во первых хэвиком подзорвал бы эту живую здоровую стоп а вторая змея вот она да да попробовал взорвать бы стенку но стенка не взрывается а нет взрывается она как раз за взрываемый находится вот так вот мы ее попробуем снять стенка не ушла так тут тут хочется взять лут и выстрелить но каверы для для этого нет так тут огнемет еще есть можно двоих реально поджарить нельзя надо подойти но не перестараться при этом тебе больше делать нечего кроме с так так обратите внимание какой колонус там как он идет по клеткам желательно один один два три то есть они должны подходить вплотную должны подходить как-то вот так что ли а то это не достанешь Ладно, если что, светошим отсюда эффективнее кинешь Да, здесь, видите, никак вообще Они должны в линию стоять Я должен был идти, например, вот сюда Запорол Так, тут змею флангуем Я подставляю фланг сам И подгораю еще, к тому же Не забываем про третью и последнюю змею дальнюю Плюс там может быть еще Еще пачок, еще дроид стоит Так, слишком сложно, сложно Ладно, если светошимовая, то как? На двоих, да? Нет, эту змею все равно убиваешь Если светошим, то только на дальнего Хорошо, допустим Допустим, ты Штурмашем отсюда флангуешь этого упыря Или лучше пусть тропонга это сделает Потому что ей Тут все горит, что ли? Да, я не добегаю Потом мне фланговать еще будут Где могу Мешает, мешает Их даже близко нет Погодите, погодите, погодите Не торопитесь Дальнюю змею даже не стоит пробовать убивать На самом деле Просто ей не нужно фланги подставлять 43, 35 Снайпер мега полезный, конечно Он может сделать голографическое целеуказание И облегчить убийство этой змеи 5 хитов Кто может снять у нее 5 хитов? Блин, такая грязь Короче Давай Попакова действуем Рапонга идет сюда убивать Потому что она битая Ей нужно укрыть Ей нужно менять Но и ход терять нельзя Правильно? Правильно Убивает Гарантированно с фланга Раз Далее Димага ориентировочно флангует эту змею Но он подставляет бок Он подставляет бок Под две змеи Либо Он может попытаться змею оглушить Он загорится Он загорится Кавров нормальных нет Черт Блин То есть да Получается Мы это Светошумовая Пошла Кто-то должен Подставиться Под эту змею А снайпер Без целеуказания Скорее всего Побежит за лутом Да вы Батенька Аркадий? Не надо так То есть это Светошум Чтобы ту Нейтрализовать Частичным Пробегаем сюда Ту Нужно потратить Ход Чтобы фланговать На дальний Стреляет Тяжелый выбор Ребята Вот если бы Это место Было бы Доступно Но я загорюсь А белки Не смогу использовать Гранаты Я не решу Проблему Я просто Вынужден Просто вынужден Фланговать По змею А вот и Третья Под полковером Опа Стоп 4.7 Еще 60 Крита Убьем 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 Молодец Молодец Лут еще Выпал То есть Вопрос К двум Элитный Прицел Убьем 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 Приспутаться Точности Мега Крутая Штука Так Здесь Ничего не остается Кроме Как Кидать Светошум Да Я подставил Сланга Опять Штурмаша Которому Скорее всего Попадут Зачем ты Под змею Хочешь Подставить Не делай Этого Лут Того не стоит Поверь Лучше Отойди Позит С Богом Ребят Тут Пилят Пилят Нашего лидера Вот он Выстрел Не крит Хорошо Нет 12% Но она Дезориентирована Короче Оба штурмаша При смерти Я полагаю Надо прикрывать Ужим Дарангана Все равно Нет 70 Пробиваю Уже Это вот Гада Блин Цель указания Забыл Сделать Хорош Наконец-то Убили Дроида Лидер У нас Не очень Весь бой Простоял Чего знает Как Ледокол Должен Бомбить Что же Еще Делать Там Есть Огнемет Но Я не хочу Вообще Отсюда Уходить С Хэвиком И подходить Бежим Не хочу Сейчас Просто Продержаться Один ход Еще От дальней Змеи Этих Увести БСП Глядишь В себя Придет Зачем Он поближе Нужен У него Три Гранаты Михаил А вот Димагу Мы отводим Назад Фасоточка Сразу На эвакуацию Клянемся Как и Рапонга Им очень Догом Придется Реабилитироваться Реанимироваться Здесь задачка Конечно Вроде как Нужно подходить И сжечь Это не задачка Это факт По крайней мере Одну змею Ее надо убивать Таким образом Не обязательно Но желательно Давай Хорошо А Уничтожается Добыча С огнеметом Буду знать Еще Пак Твою Мать Так Змея Кто это Офицер Еще Змея Мне кажется Пора кайтить Пакайтесь Отступать Перегруппироваться Эвакуироваться Частично Частично Птичка У Димы Человек Все здоровы Мы силу адвента Уменьшаем Сможем ли мы Вчетвером Справиться С оставшимися Пятерыми Что есть Один заряд Огнемета Лидер Три гранаты У лидера Короче Эвакуируемся Может не успеть Кстати Эвакуироваться Надо ханкирить Не забываешь Там еще Гранаты У офицеров Твою На левом Короче Я эвакуация Дым И перегруппировка Как-то так Перегруппировка Хэвика Надо будет Оставить БСП В центре Прям Что если кто И Так Снайпер Тышит назад Дым Сейчас Дым Сейчас Желательно Задеть Штурмашей И Будущую Позицию БСП Скорее всего Он Будет Вот здесь Оставить Стоп А там Фулкавер Там Частично Фулкавер Хорошо Мне подходит Делаем Вот так Наверное Да Зачем Наступать Какой Нормальный Стоит Он Должен Ступать Место Для Отступления Других Он Должен Находиться Дальше Чем Все Остальные Рапонгар Рапонгар Потому 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 Что 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 Делать Дмитрием Фулкавер Отступать Чего Делать Выманивать Их Составить Группироваться Или Или на него Вытягивать Тебя же Могут Оттуда Языком Нельзя Оставаться Там Меня Изи Вытягивают И Все Просто Изи Вытягивают Ладно Один ход Смотрим Там Как Он Шесть Просто Сагрил Лишнего Пак Один Сагрил Потом Лишнего Пак Второй И Это Было Большой Большой Овер Вочем С Богом Ребят О Там Щитовики Пошли Тут 3% Попадания Пока Нормально Тут Пара Овер Вочем Но Я Особо В них Не верю Естественно Слушай Тебя 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 Не Оглушат Случайно А вот Это Провал Промах Так Так Змея Стреляет Издалека 32 Надо валить Михаил Два Серьезнейших Ранения Угроза Угроза Оглушения Щит Только Валим Это Такие миссии Надо научиться Выполнять Во-первых Считать Количество Врагов Чтобы Правильно Прогнозировать Ну и не лезь Вперед Нельзя брать На такие Миссии Штурмашей Там где Количество Народа 20 Лучше Брать На дистанции Пулеметчики Снайперы Что-нибудь Такое Спецы В конце Концов И не жалеть Ракеты Когда надо Ракета Там вообще Ничего Не сделала Ну вообще Ничего Было Практически То же Самое что и граната И все Ну бас Не шарит Но мы Прицел взяли Будут Собрали Да Может какой-то Опыт еще Наберем Я надеюсь Мы же поубивали Какого-то Правильно Да Два лавы лапа Ледокол Гранатометчик Тяжелая Артиллерия Или все-таки Взять Прикрытие Да Давай Ледокол Будет у нас Прохладные Гранаты Кидать Снайпер Левелап Получил Господствующая Высота Хотя Она и здесь Не помогла бы 18-4 22 дня Ё-моё Элитный Прицел Лучший Прицел 15 меткость Класс Как мало Нужно Для счастья Бойцы Есть Питон Поддержал Мне защитка Не идет Добрый вечер Без понять Вообще Идти На какие Миссии Идти Мне кажется Нужно Просто Сейчас Не Сохраняем Материалы Материалы Конспирации Конспирация Сейчас Доделается Во-первых Элерией Может быть Армор Возьмем Подключим Новый регион Через Четыре дня Улучшенное Лазерное Оружие Это Снайперские Винтовочки А может быть Тяжело Там Пулемет Кажись Пулемет У снайперки Это круто Да Они основные Демедж Делеры На дистанции Да Давай А боевая Броня Сплава Все равно У тебя Нет Давай Вот это Хорошо Вот винтовочка Снайперская Лазерная Я Был бы Очень рад Проверяем Сейчас Ну что Три дня Строительства Да Идет Реле Питание Питается В центре Восстанавливаются Пацаны Восстанавливаются Двум Долго Двум Штурмашам Ой Дожить бы Ребята Дожить бы Новая цель Заметная активность Но 7 дней Нейтрализуйте цель Материалы и разведданные Ради денег я готов Заметная активность А сколько это заметная Заметная это Ой-ой-ой-ой Это грязь, Михаил Заметная Наверное Модер 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 Двадцать 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 человек Випата устранить не такая большая проблема Но там еще же нужно до точки эвакуации добраться Она фиксированная Но материалы Сразу партизаночка Легких миссис такой силы адвента уже не будет Даже 100 плюс проникновением Иннорируем Есть Станция связи с сопротивлением Свободный инженер Позиция в отсеке Пока нет Надо, во-первых, инжа Пусть копает Обломки Материал важнее Чем аллерий Сейчас Надо только снять Гремлина отсюда Что мне все равно Мощность пока не нужна И Инжа Всего один инженер Это такой провал На такой стадии Один инженер Ну, кое-как копаем, конечно же 30 дней Теперь Ты должен Да нет Ты должен все равно Четвертый регион Фиксированный Взять Вот это вот Убежище 5 Интересно, какая там активность Там низкая активность Я там такое разверну Убежище 5 У меня тогда будет бонус Поехали 3-4 дня 80 разведданных Поехали А потом уже вышки Нужно ставить Но вот в этом регионе Нужно фармить дико Потому что я не успеваю Вообще ничего Ранение 2 Прошло Ой Настолько-то охотника Урон при атаке с фланга Сила адвента 8 уже здесь Конспирация не идет На пользу Сила адвента 8 Есть Сколько здесь Сколько здесь адвентовская активность 2 Стоп Вот здесь мы разведданные По полной программе Вот здесь нужно фармить миссии Ребята Вот здесь нужно получать материалы Просто разница между Сил адвента 2, 5 и тем более 8 Колоссальная То есть мы Этот регион Начинаем доить На миссии В остальных местах В остальных местах Материалы И немножко конспирации Что со стрёма слона? Неизвестно Спасибо Очень полезная информация Заметные 13-15 Кстати Умеренные Это меньше чем заметные Нифига себе логика Надо переписать А может кто-нибудь Товарищ, который ведет файл Перепишите, пожалуйста Перевод Вот как раз вот из этого Из того, что товарищ прислал Так, сканируем же здесь, да? Очень хочу здесь миссии Массу миссий Новая цель, давайте Да, пошло Минимальная Персонал Вот оно, 7 дней Давай Может подфармим вообще? Соберем сейчас бригаду Из 8 человек И будем их мочить Можем взять еще дополнительные перки По-а-а Денег нет Ой, давай Ой, давай Снайперы, пулеметчики Это то, что тебе нужно Для этой миссии Гранаты могут закончиться А пули не закончатся Пулеметчик, снайпер Специалист Леса Второй снайп был Пулеметчик, пептар Можно взять Хотя Брюс Специалист Он же точно стреляет Капец Не, пулеметчик Пулеметчик АОС Апресс Поехали Чуть-чуть даже Передав Почему минимально? Давайте 8 бойцов Увеличиваем количество врагов Чего мне бояться-то? И специалиста туда Скорее всего Может что-то получить Потому что там Взлом, наверное, тоже Характерный по левлу Дальше Гранатометчик Нет, офицер уже есть Разрушитель Жарить, жарить их, Беска Все 10 дней А сколько? Насколько это, кстати, увеличится? Стоп, 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 стоп О, сейчас будет такой сварм Просто Сейчас будет человек 30 Но они будут мелкие Сравнительно мелкие Может притирочную миссию Сделать с небольшим штрафом Пустить туда Хотя бы 7 человек, а не 8 Там же каждый 8% Разница 7,12 Да? Ты не путай количество с качеством Опечатался Не сходи с ума Да, давайте я все-таки Одного уберу Беска вот так 9 дней Поставим А если 9,7 дней Условно говоря 9,7 Да на 25% Да бери всех Там будет 15 человек Максимум Чего ты слушаешь Экспертов 15 человек Изи Мы только что На миссии На более Высоколевленных Паках Собрали Убили 15 человек Хотя у нас тут будет Еще Ограничение по времени Михаил Стоит это учитывать Стоит, стоит, стоит Стоит Кому мы там Ильдару должны были Гранатку Удать Сюда У меня у Ильдара Как такового нет Ладно Давай хэвика Одного Все-таки возьмем 13 максимум Прицел Нужно еще снайперу Конечно же Второму дать У одного есть Второму нужно Выделить Улучшение оружия Обязательно Вот Пятнашка для снайпа Это прям топчик У него и так 84 Будет 99 15 мутонов Тебе в бухту Так Там же сила адвента Двоечка Сила адвента Определяет Левел паков Я поэтому Так смело иду Данпл не понимает Вообще принцип Недавно пришел Так Никаких дымов А если заменять То кого? Примерчик снайпер Вряд ли Вряд ли Рейнджер Да не заменяй Бери хэвика Все-таки Бери хэвика Не это самое Не боись 10 дней 22 часа Ну ты же понимаешь Что ты уводишь Всех вообще Слушай Ты же должен Еще учитывать Что ты тратишь Больше дней Меньше миссии Смогут пацаны Выполнить Тебе лучше Двух спецов Оставить На следующей миссии Там же Не-не-не Нельзя короче Сварминг Хорош когда у тебя Запас бойцов есть А мне сейчас Не нужно Не-не-не Это я глупо Это я глупо сделаю Лучше в 100 укладываться Чтобы не тратить Лишние 3 дня И при этом Бойцы быстрее Освободились На следующей миссии А так я просто Заворачиваю Всех И увеличиваю Основного отряда Время с 7 до 10 Еще двух дополнительно Убираю Это не совсем Рационально Но спеца Взять хочу Вместо Кого? Вместо Одного пулеметчика Пептар Извиняй Там взломать можно Что-нибудь получить Так Чат-бот Будет Алиска Новобранец Два новобранца И персонал сопротивления Вот в чем дело Крову дадут И Алиску Саппорт у нас С аптечкой Давай-ка снимем Все броню Снимем снарик Жени Все-таки Все-таки не буду Я сильно рисковать Сейчас мы закинем Товарищем Контактным Ну спецу я хочу Просто дать Не Гренку А Жилета Скиблара И второму снайперу Хочу дать Пулю не трассирующую Уже А бронебойные Кого ты там Собирался Пробивать броню Это Хорошо вопрос Лучше бронебойные Дай какому-нибудь Ближнебойному Я тебе Ближнебойный О, у меня же Лазерная винтовка есть Точно Должна быть Винтовочка Вот она Лазерная 4.7 4.7 Так, а может Поскидываем тогда Глушики наденем Да, давай Лазерную винтовочку Сразу же Эквип Сделаем Улучшение оружия Снимаем глушак Это правильный совет Берем еще Обычный Драбаш Снимаем с него Крит Оснащаем Лазерной винтовкой И уже на нее Вешаем Время проникновения Ой, там прикольно Шаки под Шанс крита Окей Хорош Может кому-то Дать тогда Не, мобильность Снизится Для ниндзя Это критично Для рейнджера Это тоже критично Итак 7 дней 6 часов 100% От 6 до 9 Противников 2 новобранца Персонал И Хорошая вероятность Взлома И в общем Хорошо все должно быть Поехали Я продолжаю Фармить миссии В этом регионе Посылать Чем до конца Нужно просто Все кто есть Нужно миссии Посылать Причем рационально Скорее всего Притык пока По соточке Чтобы получить Больший эффект От успешного Выполнения миссии Поехали Начинаем Проникновение Так А пистолет Что там Стреломет Тоже можно Будет Так сканим Здесь Михаил Лисецкий Ждет Доктор ждет Вскрытые события Разведанные Защиты от взлома Надо материалы брать 71 материал Это как раз Сейчас под Под офицерку Скорее всего Или под Вышку Ретрансляционную Ой Незначительный прорыв Адвент Параллельно Новая цель В этом же регионе Хорошо Незначительная Найти улику Четыре дня Разведданные Предметы с хранилищем Здесь будет малая группа И желательно Ее минимизировать Еще серьезней Чтобы Так предмет 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 С леново Брать кого-нибудь Да Это миссия На соло Женьку Пошлю Нет Эксперта Пошлю Плотный Быстрый Не уворачивается Правда Войн Эксперта И Кьюп Такой уникальный Давать Вообще Не хочется Потому что Потому что Может потерять Его Но Жилет бы Я ему Выделил На самом деле Дымовая О да Говорит Эксперта Да Дым нужен Нужно Два дыма Мобильность 16 Смерть 67 Персональный Боевой Нет Глушаков Нет Броник С ним Нет Чего СМС Шел И так Немалочка Будет Войн Эксперта С Богом Разведданные Нужны Миссии Успешно Выполнять Нужным Не бойся Там будут Обычные товарищи Солдаты Да С грейдами Но Никаких змей Никаких мутонов Не ожидается Мэка В туреток Нет Не должно быть 6-9 врагов Держись Ресурсы Собрать На ресурсы Просто сейчас Можно еще Пару Броников Взять Ну или Села Села Адвента 855 Жесть Просто Жесть Так А если Мы будем Ретрансляционные Вышки Строить То Шпионская Сеть Разведданные В награде Надо понять Куда двигаться Дальше Какой регион Абсолютное оружие Кажется Что-то хорошее Точно Вот она Халява Все основное оружие Получает Дополнительную Чейку Для улучшения А здесь Погодни за знанием Исследования Короче Желательно Сюда уходить Но тут Контактов С регионом По сути Получается Я вышку Построил Ну вот здесь Наверное Нужно брать Вот в этом регионе Вышку ставить Хотя безопаснее Конечно Наверное В этом Сразу В Европу Есть выход Но в Индонезии Тоже выход Но бонус Это просто Прекрасный Что Азия Дает Персональные Боевые модули Можно перетаскивать Туда-сюда Но я его Не выбирал Поэтому Скорее всего Надо будет Здесь все-таки Выстраивать Вышку Это стоит 150 Хотя Эффективность Два раза Страдает Про звезд Данный Может Стоит Скипнуть Ладно В любом случае Пока что Пока что Делать нечего Сейчас Главное Вот эти миссии Очень четко Выполнить В новом регионе Его просыпаем А если я регион Отдаю Что будет Активность Адвент Пятерка Миссия Вполне Выполнимая Но мне сейчас Нужно Основной Отряд Выдергивать Надо Выдергивать Основной Отряд В каком регионе Мех В северном Оставляем Эту миссию Ту первую На которую Я пошел Типа Фармить А мы можем Кстати туда Отправить Отправить Более Слабеньких Товарищей То есть Сейчас Начала Первичная Задача Защититься Удар Висит Сутки Плюс Половинку Где-то Полтора Суток Кажется Так Мне сюда Нужны Как раз Те самые Люди Которых Я всех Взял То есть Снайперы Пулеметчики Ниндзя Хорошо Зайдет Все Восемь бойцов Как можно Больше Можно Увы Хорошо Рейнджер Одного Нового Возьму Это Женька Так Что там По дробевику Готов 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 Я мог взять дробовик Да Может ниндзя Взять дробовик Да Мобильность Пострадает Но там же Дробовик Говорят Лазерный Есть Может я его Не вижу Возможно Пистолет Есть Черт Ладно Хорошо Восемь человек Скриптовая Миссия Скорее всего Я ее уже Проходил Пару раз Но не с такой Активностью Пришельцев Будет больше Мутонов Больше жестких Прагов Больше Мэков Больше Змей Броня Может кому нужна Женечке Бы конечно Пригодилось Броничкам Давай О А мы можем Произвести Дробаш И наверное Стоит уже Да 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 Стоит 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 По крайней мере Дробовик Стоит Произвести Дробовички Зайдут Это раз Давай-ка Сразу Аэропатроны И Лазерный Дырокол Лазерный Дырокол Это у тебя Винтовка Вообще Дурачок А ну Не дает Штраф От мобильности Что ли Мобильность 3 Неплохо Беру Тогда Ей Нужно И для этого Оружия Сокращение Просто будет Стрелять Хорошо 70 плюс 5 О Ребята Ребята Ниндзя Будет бегать Собирать Собирать Наших Разрозненных Специалистов Росбрейн Понятно Лидер стоит Снайперы Пулеметчики Снайперы Стреляют Сверху Специалист Специалист Брюс С лазерной Винтовочкой Тоже стреляет На овере Очень хорошо Пулеметчик Пептар Разочку Стоит взять Надеюсь Стоит взять А Дракол Это пистолет Пулемет А если Произвести Оружие Еще тогда Лазерную Винтовку Нужно А кому Спец Есть Скорее Второй Дракол Нужно Для Для Этой Подруги Да Давай Для Несси У нее Обычное Оружие Лучше Снять Конечно Глушак С него И забыть Уже Про эту Пушку Несси Вообще Очень полезна Очень Очень полезна И разведка И в ближней Дистанции И мобильная И топором Кидает В общем Так Все Три Шесть У нее Теперь Будет Что Готовы Активность Пятерка С Богом Ребят Надо Защищать Кадоев Защищать Регион Хорошая Новость В том Что После этого Сразу Пацаны Вернутся Может быть Они даже Успеют Прилететь На кемиссию Ооо Кажется Была такая Карта Это статуя И дом Внутри Которого Был один Из местных Жесткая Миссия Эвакуация Доступна Только Через Семь Ходов Никаких Более Ранних Эвакуаций Необходимо Принимать Паки Паки Будут Плотные Необходимо Спасать Мирных Мирных Были Несколько Человек Штук Шесть Шесть Повстанцев Спасти Так Во-первых Нужно Проверять Куда Снайпера Ставить Мне Нужна Несси Проверяет Этот угол Для начала Сюда Мы Собственно Для старта И ставим Снайперов Да Там Еще Есть Значительная Часть Но Потом Конечно Ближе К Центру Нужно Так Несси Пробегает Дальше Какая же Она Юркая Снайпер Раз Смотрите Тут На самом Деле Во-первых Я могу Эвакуироваться Если что Нет ограничений На ходов Да Я буду Терять Повстанцев Но Я не думаю Что нужно Ради Повстанцев Сейчас Лезь на Амбразуру И сильно Торопиться Лучше Правильную Делать Разведочку Планомерно Продвигаться Даже туда Не хочу Вы знаете Давай вот так Блин Оверов нет Не хватает Поднормальную Эту Не все Добегают До нужного Места Мобильности Не хватает Ладно Хватит Помню Что уровень Пятый Мутоны Так Давай Теручка Здесь Оп Идут Уже идут Змеи Овервотч Первый Вижу Трех Мирных Внизу Промахивается Первый Четыре Попадания Но Блин Они сейчас Могут Стрелять Попадите Семерочка Есть пять Минус Змея Лук Сразу Еще две Аси Кто это Маленький Ты лысый Скотина Могут Пострелять Гады Овервотч Еще один Что там Наших Убивают Не торопись Не торопись Пусть Тут повстанцев Будет Мало Не лезь Прошу Не лезь Так Видишь Змею Будет ли Лезть Несси Оверы Есть Оверов Нет Фланги Фланги Лучше Конечно Росбрейном Делать Не лезь Подходишь Сначала Так Оцениваешь Дуплетик Пять Девять Маловато Давай Сразу Радикальненько Пожалуйста Хорош Надо было учитывать Еще урон От крита Что я как обычно Не сделал Так Несси Пока Так Здесь быстрое прицеливание Потому что Фулл кавер Целеуказание Делаем Ой Нужны лазерные Снайперские винтовки Ребята Ой Нужны Надо убить Змею А потом Подойти Несси 76 Неплохо А по-другому Ты либо Хэвиком Снимаешь Нет Хэвика Михаил Я не взял Хэвиком Потому что Другая миссия Тут 45 Так 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 Ну что Снайперы тогда Давайте друзья 76 Хорош Крит Но не добил Не добил Еще немножко Один хит Один хит Обычная грянка Снять Лут Шкуру попортишь Слушай Сдалась тебе Эта шкура Думай Что думать Надо ее убивать И скорее всего Надо гранат Ее взорвать Увы Для того Чтобы Несси Сходила И сделала Разведку Подошла И мы могли Другими действовать Нормально Может ты постреляешь Так там Овервоч Алло Ты ходы будешь Сейчас тратить На непонятно что Куда я грянку И все И закрывай вопрос Пофиг Лут Лут Нет Он там был Бывает Видишь двухмерных Подходишь на разведочку Раз Смотришь Никого Но могут быть безлики Ну раз Ну раз Никого Ты можешь Подойти Получше Позиции Занять Я думаю Даже снайпера Нужно переводить Феликсом Что чем дальше Тем меньше вероятность Что они будут попадать Исходя из разницы В уровнях Бориус Бориус идет Фланги не нравится мне тут Потенциальные Почему что так Тогда Тешно с вами Занять Бери Ты же можешь Это сделать Давай Че там Заряжение Хорошо Ребят Вор О Мантич Красавчик Подходишь Ханкер справа Враги Мутон Ой Берсерк Первый Берсерк На этом крае Вообще В Лонгворе Первый Берсерк Троечка Единичка Пятерочка И Шредышком Что он упал Что ли Стоп Нет Я думал Там Мобилка Сработала Что типа Если ты кританул То Убивает наших Нельзя Надо Дала Тех Надо С этим Справляться Капец У меня Снайперов Флангуют Флангуют Не вовремя Я конечно Подошел Так Что у нас 89 Да 89 Инж Перегруппироваться Перегруппироваться И принимать Избавляться 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 От флангов Вот так Это раз Широкое подавление За день Второго Нет Плохо Черт Ладно Забивай на мирных Михаил Просто Действительно Прячься За За укрытие Нормальное Женька Не успеет Выстрелить Если вот так Зайдет Сюда тоже Не хочется Подходить Во-первых Близко К мутону Я думаю Что нужно Дезориентировать Мутоном Греночкой Я думаю Что всех Нужно Дезориентировать Греночкой И тех Двоих И тех Ключевой вопрос Кто это будет Делать Придется Спуститься Увы Мантич Спускаться У него Бонус 10-10 Так Вот здесь Явно Под гренку Оставляем Лидером Это раз Должна У него Мобильность Колоссальная Снизиться Немерно Я знаю Что это Негр Который Пашет Данпел Ты Редко На Трансляцию Приходишь Я в курсе Что это Сопротивление Но и оно Того не стоит Я сейчас Спускаюсь С определенной Вероятностью Появляется Безликий И я агрю еще Следующий Пак Ну бас И что в варкафте Ну бас Что здесь Ну бас Ну хоть бы Это самое Подумал бы Ну Подумай Данпел Увы Перезарядка Просто А вот Пекаря Вниз Пекаря Вниз На светошум У него нет У него нет Бонуса В отличие От Мантича Он Докину Сейчас Грянку До этих Двоих У него Более Того Есть еще Вторая Грянка Нейтрализуем Всех Троих Мутону Принимаем У него Женька Надо прятать Мутона Лучше Сразу Принимать Зачем До Overwatch Тянуть Правильно а если я модуль сделаю дезориентация знаю какая у них метка 75 10 30 не стоит рисковать лучше женька зайти сюда увы мы сейчас сюда увидят его не увидит плохо что стреляем по мутонам раз но если может кстати спалиться сейчас блин не дай бог там безликий пак не надо не надо миши не слушать данпел он же вообще не очень это гранатометчик адвента без обилки разведчик суверу очень то есть ли потому по кому больше вероятность 89 процентов падаем просто потихонечку долгим о ее ей что мантич должен куда-то спрятаться для начала и желательно пострелять по мутону а у него же пытаешься двигать вот давай давай просто отойдем и овервотч у него штрафа все равно нет на овер практически так а эту подругу я все-таки бы провел от мутона то есть ее бы поставил нет сам лишь чуть дальше проверим если там враги вот здесь вот или хочу просто разведку убирать нет смысла просто оверх да еще феликс остался ёшки матрешки и он вообще не на позиции но я думаю что не стоит его надо его убрать от давай сюда на будущее на следующий ход до 3 ханкера тут еще классно если никто не двигался то что слово мутону паки двигаются то это кажется другой парк нет тот же самый ребятушки вот в лонгворе классно изменили механику теперь не пофиг на этих а вот и пак все-таки спулил да это плохо вот он зачем-то назад бежит что это за это френдли мутон давайте дадим ему имя мутон 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 михаил мутон макар мутон молодец вообще что это за обилка такая вы видели очень классно мутон 322 так тут а у я сапресс напрашивается прямо то очень сильно напрашивается и overwatch снимем и только я не достаю потому отсюда достаю потому ладно боксом наблюдение но хорошо так тут двое с одной стороны конечно хочется влететь так но мутон уже не добегает насколько это врагов получается было змея змея сектоид 68 пока что 88 этого мега мало было тоже незначительное то есть от 10-12 еще где-то 4 человека до 4 человека 2 до 4 так а если ты стреляешь но если стреляешь то стреляй зачем только это именно им делать поэтому надо избавляться не от мутон он сам придет от мелких и это как раз задача снайпу то есть снайпер правый лучше постреляет 89 по гранатометчику да гранатометчик звучит очень опасно давайте-ка я лучшего сниму почему смерть с небес тебе нет так что следующий снайпер то вообще 1 голографического целеуказания нет плюс у него еще армор армор пофиг его пробиваем не 4 6 крит даже не позволит убить тихо 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 не торопись тут фланг может быть маловероятным мирного будет убивать стой ты сопресс массовый снял а ну да идиотина тупая давайте еще один сапресс итак тут можно подойти подавить я думаю тут нужно подходить только для того чтобы святошу кидать позицию более выгодно занять твою мать занял позицию кто там милишный офицер это грязь уже да это уже грязь это полез да ты полез потенциальные фланги да на дебют два раза стреляем точно ауес опресс и желательно туда светошумовую кинуть 4 3 5 6 6 6 с 6 7 ты саппорт так ты хоть на овере сможешь снять кого-нибудь болеем ладно эти нейтрализованы вот и вот это вот меня беспокоит над с инженер гранатометчик 2 офицером обычные и со станом и не факт что это все хорошая новость в том что они мирных не будут убивать скорее всего на меня сейчас отвлекутся и двоих мирных если это оба не безликие короче мне нужно мирных спасать хватит второй момент я бы попробовал на 7 уже куда-то вклиниваться то есть подходить ближе например на следующий ход резать этого упыря да давай сюда что влево не хочу штампа будет а эти уже достаточно близко подошли молодец так еще знает не хожу 78 солдат адвентом но лучше конечно здесь уже ой надо было саппортом не то делать он был модуль точной обороны ставить сюда на хэвик это косяк так мне нужен человек который потенциально опаснее всего это не инженер что не докинет скорее всего речь об офицере который ставит метку и повысит вероятность а это продвинутый офицер стоп если продвинутого офицера то этого вроде не а этого офицера ты типа не видишь да и наш копейщик дал не видит давайте этого офицера только одну ходу одного задел дурак офицера нашего я думаю надо отводить уже или развести его надо приказ надо приказ саппорту до приказ саппорту который позволит защитить нашего товарища который да давай приказ саппорту приказ нельзя никак жена уверен либо этому снайперу либо тому снайперу давай феликс вообще это он с хорошей вероятностью убивает молодец это обычно это самый никчемный из оставшихся так если мы рассматриваем приказ может быть тогда приказ и дым хорошо зайдет столько возможностей конечно в игре я приказ и дым не можем него же жирно слушаем а только его и видит давай не выпендривайся а ты кстати можешь этого мутона нервным не важно короче пошло можно было перезарядиться типа но мне кажется что дым тут лучше зайдет из ориентации с не там вот он побежит это побежит но это под сопрессом это тоже под сопрессом ребята работаем ну я эти сильно не беспокоюсь а вы быть еще пак бац офицер овервотч добежит этот штурмаж промахнись 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 промах 39 правда дрон помог так следующий офицер подходит вот он идет вот он идет оооо промах этот что спалил так неси пришла в себя это такая грязь ханкер ой фланг кажись ооо 49 туман спасает реально пацаны держимся держимся отыр самый настоящий от наступает так мантич конечно мастер ножа на два урона по копеечку это как то вообще не о чем а вот сейчас ты должен так думать мы просто как никогда здесь скорее всего топор и вырубаешь флангу или даже выбираешься в офицерам Но то, что бросок топора 96 это мастхэв Потому что в другого ты уже Нормально кинуть Крит, молодец! Так В теорию ты можешь забежать куда угодно Но я бы хотел оставить за собой фулл кавер Поэтому лучшая цель Ну кроме Мутона, конечно Которого тот ленивый только не убьет Это, наверное, вот этот вот Разведчик с овером Или Может вообще Несси послать сюда Кинуть второй дым И в рукопашку месить Под дымом Фланговых-то мы можем перестелять Погоди О, тут перезарядка, к сожалению И дым на КДМ Снайпер вышел из этого Так Заморозка есть Маленькая-маленькая Мне надо сдвигаться отсюда вниз Там народу слишком много А у меня тут проблем Раз, два, три, четыре, пять То есть нужно вход вот этих пятерых раскатать При том, что перезарядки, пропуски и прочее Да, надо их ловить на подъемах Здесь Без бонуса, правда Блин Черт Короче, Несси пойдет рубить вот этого товарища Потому что сокращать дистанцию Это глупо Так, а что у нас по спецам? Они же могут подходить и ваншотить По человеку Это интересует не Фанда Он реально может подойти и ваншотнуть вот этого упыря Но это фланг Он может подойти вместо Мантича Мантич Не очень плотный, во-первых Мастер ножа завершит ход Перезарядка у него не свободная То есть ему нужно валить и перезаряжаться И желательно остаться при этом на высоте То есть вот сюда вот типа валиться Да То есть ты валишь Подходит наш Наша Несси Дыма у тебя нет Протокол защиты есть Протокол есть Двадцатку выиграешь Ой-ой-ой-ой Еще мутон солочной Предположим, мы там разбежимся Так, давай начнем с чуваков, которые хуже всего Вот Пекарь, например Виньямин У него, во-первых, патронов нет И есть только дым Собственно, он, скорее всего, перезарядится просто И кинет повторный дым сюда под Несси Это самое, наверное, грамотное Из его возможных действий Или Никто еще не отменял Широкое подавление Но цели весьма ограничены Поэтому, скорее всего, от него будет дым Феликс Девяносто восемь Тяжелый стрелок адвента Девяносто восемь Часовой адвента Скорее всего, выбор у нас будет между этими Этими двумя целями Часовой с овером А у них овервотча, случайно, уже нет А стоит под овером Вот сюда бы светошум кинуть Там 3-4 человека И светошум у Мантича Я к тому, что, может, не имеет смысла ему отходить сейчас То есть мы убьем все равно этого упыря А Мантич, по крайней мере, в повторном дыме Перезарядится и кинет светошум Давай попробуем, докуда ты докидываешь Только двоих, да? Или третьего все-таки заденешь Не заденешь Так, а справа еще есть кого-то Человек, которого нет Ладно, допустим Допустим, этот овервотч мне очень страшен Меня больше интересуют инши пулеметчика Мы их закрываем Плюс снимаем овер То есть у тебя сейчас какая задача? Ты перезаряжаешься и снимаешь овер Народу трындец Там офицеры сейчас снизу И мирного не хочу заориентировать Разберись сначала с мутонами Да нормально все будет Мутоны там не страшно вообще Так, Несси Несси ориентировочно идет милишника мочить Да? Ваншоты это его Нет Милишника как раз должен вырубать рейнджер Рейнджер Не фанда Много хитов Броня Выстрел в упор Вот Подходит Причем подходит вот так вот Чтобы себя фланганули прям всем Ну, предположим, не все Фланговать будет только один Разве этого мало? Тут офицер флангует Мне кажется, нужно до офицера добегать То есть вырубаем так Вырубаем так И как-то еще этих двух забираем Получится? Кажется, получается Устраивает полу-ковер Хотя выбора уже нет Полу-ковер, протокол помощи и дым сверху Вот Задача Окей, но для того, чтобы все получилось Ой, какой мы-то он здоровенный Смотрите, картина маслом просто Пекарь и мутон Что происходит? Какие 59%? Как по этой хрени попасть? На самом деле Из-за того, что у него пулемет У него сокращается Да Так, ты делаешь дым Пекарь, да? Феликс у нас Не важно пока Русбрейн может тоже дуплетом убить Но не может Он пока у нас тоже Свободный Тут мы скорее всего Перезаряжаемся И делаем Протоколы защиты Да, некому мутона убивать, кстати Хотя нет, почему? Некому, Михаилу Тут устойчивая позиция, как накрутил Там вроде был хэвик у меня пустой Ну подумай, это кто? Кто это? Кто это? Скажи мне Это понятное дело мутон Это кто? Кто-кто-кто? Разведчик Урон Дэндж, мобильность В злом защиты По офицеру еще хрен попадешь На самом деле Я его не факт, что пробью В принципе, учитывая отсутствие крита То есть офицера мне неким снимать Его нужно зажимать светошуму Или замораживать, например Морозка же еще есть У меня же есть еще, блин, пептар Который может Который может, а, перезарядиться Потому что он стоит неплохо Лучше, чем большинство из наших И сейчас уже выбирать Между АОЕ с опрессом или гренкой Морозить такого мутона Не хочется Выстрел по мутону Это вот то, что мне нужно Таким образом, мы избавляемся от мутона Сто процентная точность И минимум У нее пять хитов У нас урон пять-семь Пептар, красавчик Царапина, нет Блин Ай, твою медь Так Дуплетному тона тратить Не ален Конечно, надо сюда подходить Скорее всего Значало убивать разведчиком Подставляешься под полукавр Может, мы оставим там мантича На нем протокол Пусть по нему стреляют От разведчика Как избавиться Ну, во-первых, он Он флангует Во-первых, ты можешь его заморозить Как раз Во-вторых, ты по нему можешь и снайпер Снайперки, скорее всего Да, сможешь Так, 90-90 Давай 98-98 выберем Слушай, а зачем вообще мне Мутона убивать? Я же его могу на овере снять Да, если побежишь Там, не, на овере ты его не снимешь Так Короче Снайпер Кого? Желательно сразу убить Часовой в этом плане хорош Потому что Либо при 6 урона Либо при 26% крита Я его убиваю И, значит, действие получаю Давай Давай, Феликс, Феликс Давай, критой, критой Вау, блин Женя без патронов Да я в курсе, что Женя без патронов У нее протокол помощи нужен Да и только Жене не нужно перезаряжаться Чтобы выстрел в упор Это другая пушка вообще Такие эксперты Я в шоке Опять Опять советчики Так Пекарь Дымит, видимо, да? Да, если мутон на него сагрится Не жалко Что здесь? Здесь мы прикрываем Естественно Ой, там Гренка может залететь Ой Ну мы тут сильно не кучкуемся, конечно Снайпер стоит неудачным Никого больше не закроешь дымом Закроешь Давай, вот так дым идет Ой, сейчас будет такая грязь, ребята Такая грязь Обновили дым Нифан, Денесси Русбрейн Русбрейн еще непонятно Что будут делать Русбрейн может пару раз выстрелить На халявку Но он не попадает Ему лучше с дуплета Кого-то убивать Но цели для этого Есть Ты можешь мутону как раз добить Опа! Мутона Фулл кавер Этого мы режем Для Русбрейна Пожалуй, самое выгодное Во-первых, он Отсюда гранатой Ну, как бы пофиг Что здесь, что там Здесь 92 Либо 38 Конечно, 92 1 хит Снимаем просто Минус мутон Несси идет Резать этого Товарищем Вероятность, кстати Все еще не очень хорошая Еще можно Светошум Закинуть Нифан, да Опять у нее Сложный выбор Она подходит Убивать этого И опять Под гранату Под офицерскую гранату Причем Интересно Есть ли у них Нет, подожди Морозка же еще была Морозочка была Да, да Сплыла Ближе подходить Не хочу Черт Черт Так, а Женька Что по меткости Ой Так, ладно Брюс у нас Перезарядка Протокол помощи Ориентировочная Несси Скорее всего Все-таки Бежит на этого Упыря Понимаешь, что Шансы Да зачем ты На него бежишь На все шансы Может все-таки На какого Продвинутого Офицера Что ты несешь Не-не-не-не Нет Можно На вот этого Сержанта Адвента Зайти На тебя фланговать Будут тогда Михаил Еще не поздно Кинуть Тупо Светошум Последним ходом Может двоих Заденешь Да, ну это Разные ярусы Михаил Нет Тяжелый выбор Ребята Тяжелый С одной стороны Мне нужно Флангующего Убивать Это раз Но там Полуукрытие Но я Протокол помощи Планировал делать Но я под Гранатку Подставляюсь Офицерскую И под Фланг Еще К тому же И Правильный Это Ход Какой Правильный То есть Ты забиваешь На мантича А делал На него Протокол Просто Защита И по нему Тот не попадет Все равно По тебе Стреляют С фланга Два Человека Так Гранатовый Риск Даже Две Гранаты И Полуукрытие А тут Фулкавер Да Короче Действует У нас Первобрюс Который Сначала Перезаряжается Потом Делает Протокол Помощи На мантиче Мантич Конечно Тут Ключевую роль Пока играет Не фанда Частично Освободилась Может Например Перейти Сюда Или сюда Или добить Например Этого товарища Если Несси Не справится А все У нас двое Сейчас у Несси Вопрос Либо она пытается Флангов Вот этого чувака Забирать У нее С одной стороны Есть пассивочки Хорошие То есть Она К защите Получит К меткости Не промажет Соответственно Глубокое Не будет действовать Прикрытие Командный Дух Меткость Уклонения В воля Что у нее По общим Капатеристикам Уклонения 18 Резать Или не резать Мы можем Его Типа Флангануть И оставить На овер Женьку Под перезарядкой Там будет Один шаг Но она Перезарядится Во-первых И может Его добить У нее меткость Очень хорошая Не очень хорошая Можно подойти И стрелить Необязательно Резать Ты про кого Вообще говоришь Короче Ладно Нести Пошла Нести Должна От фланга Защищать Пацанов С Богом С Богом Родная Сарапида Перезарядка 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 Здесь Нужен угол Даже не знаю Что страшнее Вблизи Меткость Растет Женьку Можно чистить Сюда Для того Чтобы О Сейчас Жесть пойдет Нам нужна Удача Два Дезориентированных Мутон битый Но там Человек Шесть С гранатами И с прочим Это бежит Промах Семьдесят Шесть Попадания Так Чуть-чуть Повезло Офицер Идет Метко Какой Раунд Сайз Ты чего Ты же Под Под Ковером Там же Камень Стоит Отходит Крит Крит На Брюса Капец Сейчас Саппорт Потерять Тоже Фланг Ладно Без паники Без паники Ребята Врочь Граната Паника Но мантич жив Я думаю Надо стягиваться Пацанами Несси Да Добивает Выпад Я так сделал Чтобы Если Хотел перестраховаться Называется Командуем Бегом Какой Ренч Хороший Ренч Снайпер Мантич Всех Бегом Чтобы Лизы Смогли Нормально Да Ёп РСТ Снайпер Совсем Уводим Раз Раз Так Паникуют У нас Двое Один Потерян Надо Несси Еще Спасать Спаси Могу Только Так Вообще Не только Мог Верный Выстрел Сделать 2-3 Урона Этого Пакалом Росбрейн Сам Должен Отступать Хотя Он Может Попробуйте Выстрелить Да Тут Еще Нормальных Укрытий Нет До Сюда Я Только Добегаю Мантич Я Предлагаю Как Героям Но Дым Работает Там Overwatch 1 Мантич Должен Прикрывать Росбрейн Full Cover Да Пептар Скорее Всего Даже Вот Так Должен Заходить Чтобы Пострелять Давай 30% Кританов Есть Падает Лут Потерян Брюс Потерян Брюс Что Делать Мантич Мантич Обходится Сразу Со Всех Сторон Дым Ча Закончится Он Убегает Из-под Overwatch Видимо Есть 25% Здесь Скорее всего Overwatch Нужно Делать Дезориентация Снута Сейчас Полезут Их там Человек 7 Все Еще Overwatch От Мантич У него Все Еще Бонус По высоте Но Царапины Всего Лишь Забирается Офицер Хорошо Они сейчас Некоторое Время Потратили На то Чтобы Забраться Просто Overwatch Инж 20% Окей Так Живем Живем Ребята Живем Живем Так Ты Бери Во-первых Лут Сейчас Многие Обилки Откатили Направленный Щит Оказывается Боевого Модуля Не видел Снайпер Пришло В себя Инженер Адвента 76 Есть Целеноведение Пептар Видит Одного Офицера Адвента Скорее всего Нужно Уходить За Фулл Кавер Отсюда Он будет Его видеть Будет Хорошо Отходит Освобождаю Собственно Да Скорее всего Сапресс Будет Нефанда Может Мели Пойти Но Там Во-первых Один Overwatch Скорее всего Пикадвач Будет Здесь Снимать Овер И сделать Широкое Подавление От Пикадва ТВ Отменили Овер Весьма 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 Неплох Так Только Не Расслабляйся Прошу Тебя Раненая Подруга Резать Пока Раном Лучше Дистанционно Так Отстреливаться Снайпер Следующий Так Где У нас Как Он Видит Кого Он Он Должен Офицера Видеть Да Но Офицер Адвента Стоит В дыму И За Полным Укрытием Расслабляйся Его Ваншот Но Там Там Люди Идут Там Пулеметчик Один Там Два Еще Человек Где Если Я Подхожу Инжа Наверное Надо Сейчас Улететь А Кто Еще По Нему Будет Сделять Блин Нет Этого Надо Как То Убивать Или Сопресить Его Нужным Сопресить Лучше Да Давай Пошел Работать Пошел Работать Здесь Целенаведение На Продвинутый Офицер Двойной Инженером На него Больше вероятность Попасть Мы же Сопресим Этого Так Целенаведение Пошло На Инжес Опресс Не Я бы Целился По Центральному По Офицеру Давай Да я его не убью Я смотрю Подэмиджи Просто Так Росбрейн За фулкавером Ему лучше Далеко не отходить Потому что У него есть Обилки Которые Позволяют Если что А вот Нессис Скорее всего Нужно будет Ханкердаун Делать Или подходить И ханкерить Увермотч Что нет Ну чтобы Например Гренку В следующий ход Кинуть Или В следующий Почему не в этот В этот Так Мантич Видит Продвинутого Офицера Может бить Но скорее всего Надо брать Овервотч Хотя он сейчас Сверху вниз Сделяет С бонусом А если я Второй Сапрайс Повешь Но не в ханкерить Будут просто И все Я стреляю 50 на 50 Давай Повешь Повешь В царапину А касается Росбрейн Нефанда Нефанде Тоже бы сокращать Дистанцию Нам тоже Раненое К сожалению Он вообще Может сократить Дистанцию На следующий ход Уже И феликс Скорее всего Просто Овервотч Нужно было Направо Перевести Чтоб он Следующий ход По новым Целям Работал Идут новые Пулеметчик Широкое Подавление Офицер Нет Там не попасть Еще 11% Мог Но маловероятно Еще один Ну обычный Ну там ханкер же у меня 25 Все равно А нет Какой ханкер Тут Глухая 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 Все мой ход Отлично Дым спал здесь Но стало Получше В плане точности Но что-то Все равно Не очень Тут скорее всего Надо Сопресить Двух дальних Но я их не вижу Я их не вижу Может мантичем Возвращаться Да там Овервотч Алеш Дуплетик бы Дуплетом Ты снимаешь У тебя обходят Там ты Посопресишь Хорошо Давай Русбрейн Идет И должен Сработать Овервотч Тут он работает Выстрелы в упор Сколько 80 крит Не будем Патроны Тратить Тут я убиваю Обычно Выстрелы в упор С одной Хорошо Только не торопись Несси готова Резать Тут снайпер Перестает нормально Работать У него есть дым А вот у Пептара Есть Кажется Пептар Надо подходит Раз я сам Подхожу Но ему нужно Перезарядиться Перед тем Как подойти Нет Все равно Подойди Просто Тут надо Снимать Дуплетом Точным Тут Женька Снимает Любого Наверное лучше Сделать Продвинутого Офицера Но опять же Там Овервоч Сапресс Двинусь Сразу Получу Неужели Пекарь Снова Сейчас Пойдет На помощь Во-первых Он Может Подойти Подойти И увидеть Двух Дальних Засапресс Итих Раз Сейчас Узровать Два Я на самом деле Не вижу Отсюда Даже Пекарь Тут Не поможет Снайпан Сюда Переводить Так Думай 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 Пекарь Ничего не может Кроме Морозки Или Ожидание Следующего Хода Перезарядка Скорее всего Да просто Очень много Время Теряем Манчич Должен Троих Этих Подавлять Кто-то Должен Одного Убивать И вот Этих Двоих Нужно Перебивать Ооо Нет Стоп 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 Ты можешь Отсюда Ауес Опресс На троих А мантич Учитывая Там не увидит Мантич может просто стрелять Харина с 2 А фланг будет отсюда Например Не будет Я вот не вижу Тех дальних Только без кавер С одной стороны Это хорошо Я типа Подхожу И Я никак не могу Тот Отменить Хрень Я могу Дым кинуть Панчик Подавляешь Двоих Нет Не достает Он до двоих Алло Ладно Давай 37 Пробуем Так Хорош Но почему-то Урон Не проходит Оружие Уже Надо менять Так не хочу Я Женьку Сюда пускать Вы бы знали Я вот хочу Сюда ее Убить этим И Подойти Подрезать Второго Вот это я хочу Да Тогда тебе Придется Рисковать Там двойной Там может быть Овервотч И тот Куда ты Пекаря можешь Деть Ой Пекарь Может сюда Пройти Опа Пекарь Вот Полу кавер На двоих До флангуется Но мне Да Давай У него Трехита Это вообще Ливен Давай Подавление Давай лучше На этого Подавление Или может Постреляешь Вообще 47 Куда ты Постреляешь Давай Снимаем Подавление Подавление Ловервотч Остается Ловервотч Остается Да Может Ты теперь Сможешь И Надо Бежать Короче Не Проверять Просто Бежать Несси Проверять Что 27 Точность What А Там Глухая Оборона Тут у всех Глухая Оборона Вовремя Вовремя Ладно Мантич Давай АОЕ Точно Мужинка Зайдет Пофиг На глухую Там все равно Будет Максимальный Урон Ты подставишь Их план Вася И этого Ты не пробьешь Нужно Перезаряжаться Вкрытие Этих Троих Опять Есть верный Выстрел Кстати Могли Верный Выстрел Мовер Снять Война Ребята Война Давай Овер Несих Макерим Дезориентация Снята Эти трое Под сапрессом Четвертый Под сапрессом Перезаряжается Пикадвач Под сапрессом Снял сапресс Сапрессом Другой Но эти трое Под сапрессом Этот бежит Овербоч Овербоч Ой молодцы Двоечки Еще кто-нибудь Блин Не убили Перезарядка Хорошо Этот не будет Ничего делать Остается Трое подавленных Этот убегает Почему не стрельнул Мантич Глухая Все нормально Пекарь Помер по плану Еще Кстати Не помер И глухая Хорошо То есть Право Мы сейчас снимаем Дуплетом Просто Хорошо Из такой Жопы Выбираемся Ребята Прям выбираемся Женщина Обходит Раз Дуплет Убила Крита Мало Давай Прям вот Дуплет Это Раз У Русбрайна Тоже есть Выстрел Один Тут Несси Может залететь Ой Она может Дальнего Даже убить Так Не торопись Кого едет Снайперы 68 Часовой Хорошо Убьешь Будет ход Будет ход Нет У тебя Не будет Ходом Второй Снайпер 78 Будет ход Давай Раз Лут Смерть С небес Второй Стрел Я сделать Не могу Но По крайней мере Стоечку На следующий Ход Сделаем Так Значит Пулеметчик Уходил Перезаряжался Этот ушел Так Там же еще Последний Да Там один еще Сидит Вот этот И следующий Давай Несси Пытается Пробить Глухую Пробила Глухую Обнаружила Второго Остается Ориентировочно Два Человека Дым Есть Морозка Есть Нему Сейчас Надо Подходить Во-первых Пептаром Делать Морозку Он Больше Ничего Не Может Но Не Факт Что Он Докинет И Правильно Кинет И Далековато И Да Так Тут Нас Флангуют Несси Да Саппорта Нет Чтобы Хоть Что-то Сделать Хорошее Снайпер Может Задымить Когда Закрыли На балконе Начинает Я Зря Поторопился Так У меня Нет Обилки Приказ Снова Нет Ребята Кажется Несси Снова В беде Что Может Сделать Мантич Свободной Перезарядки Нет Ничего Не Может Сделать С Ножом Никак Перезаряжайся Мантич Черт Так Докинешь Дым Снайпером Подходим Пробуем Как-то Помочь Как-то Дым Ложится На двоих Хорошо Русбрейн Должен Провоцировать Таким Образом Чтобы Они Ну Хотя Он И так Побежит Я С фланга Его Можно Попробовать Его Просто Надо Сокращать Дистанцию Русбрейном Для Следующего Дуплетом Пасть Он Не Может Конечно Жем Пептар Тоже Нужно Сокращать Дистанцию Остается Остается Мантич Овер Тоже С Богом Держись Несси Сапресс А нет промах Там 5% Этот уходит Овер Не хватит Не хватит Не хватит Ооооой В результате мы потеряли брюсом Так, помню, что там еще лут Ну тут тареж Несси топич Я даже на миссию хочу парочку снайпов брать Ой, в смысле Нинси Вроде все, ребята Это последний Вот это миссия Тут человек 15 было 14 Двух потерял Трех ранили Но я могу, в принципе, остаться и регион потерять Это была мега важная миссия С активностью Адвента пятеркой Кот открыл, кстати, дверь на балкон сейчас Пытается открыть двери с комнаты Один левелап всего У Мантича, ну это заслуженный левелап, ребята Это шикарный левелап Угроза Особый выстрел с бонусом к меткости Наносящий минимальную нулевую урон Составляющий сменить позицию при... Нет Гиря на цепи Особый выстрел, наносящий 50% урон Снижающий мобильность цели На два хода С конусом поражения Класс А подрыв Очередь Сильно повреждающая, уничтожающая угрытие противника И наносить урон на цели Короче, гирю беру Он будет всех перед собой останавливать Сапресс, гиря, гиря, сапресс Подрыв у меня есть ракетчики и кренадеры Еще левелап у Пептара Пептара возьмем тогда подрыв Дай подрыв для экспериментов Ой, донатик опять Так, донатик Кода подчеркивания Не дай поддержал ваш канал на сумму 500 рублей и сообщает Чамандир, как же замечательно, что вы снова с нами Питон 5 поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает Добрый вечер, Чамандир У нас два сообщения Астрологи предсказали неделю начиная новых краев А вот второе, более интересное Археологи нашли 10-метровую статую в районе Крайнего Севера Возле Шахтерского города Это человек с двумя посохами и надписью Я пытаюсь вдуматься Надо Колбастик поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает А вдруг такой тип миссии начался потому, что ты не полетел на нее сразу и они успели высадиться ПСЮ Шо? Нот Пас Короче, друзья, все это, конечно, очень интересно Во-первых, мне нужно модификаторы поставить на пушки на следующую миссию Возможность сейчас оценить масштаб угрозы и полететь все-таки на ту миссию Жирнючую, вдруг не поздно, сколько там времени осталось Вот Вот же она, да? Нет Слева она Четыре дня, незначительная Но уже четыре дня Оно сбросилось все? Сбросилось, да? На силу адвента 2 мы, может, и незначительную соберем Такой вопрос Прогресс, кажется, сбрасывается Тогда мне не имеет смысл пропустить Эту Пока пацаны подлечатся Пока Новые миссии мы там фармим активным Да, лучше ее пропустить Фух, ребятушки Это, конечно, грязь Денег нет, разведданных нет, ничего нет Нужно в новом подключенном регионе О, технологии Улучшенное лазерное оружие Вот пушечку, снайперскую винтовочку бы Лазерная пушка Лучевой веер Лазерное копье Короче, для штурмовика Хэвика И снайпера О, лазерное копье Модификация лазерной винтовки Исключительно мощные конденсаторы Дальнобойные выскоточные Лучевой лазер Лучевой использователь 228, здравствуй И сообщают Мишкин Миша Михаил Всеми горячо любим Миша Миша Михаил Белорусский Господин Резидента Опять нет Грустная история Угоди же Наконец Своей аудитории На этой неделе точно будет Темноты Темноты Кровища А в итоге Как всегда Тактильное рубище Ну Короче, это дробовик Исследования инженерных процессов Основы исследований Или боевую броню Ну куда тебе боевую броню Исследования нужно исследовать Исследуем исследования Как же нужны деньги Как же нужны деньги Сила адвента 558 Нужны миссии на бабло Возможно Забивать И фармить бабло Кириатми поддержал ваш канал На сумму 50 рублей Да, давай Тут побывай Хватит на похорон Инэксперта А, Инэксперт и умер Зачем я перелетел? Короче Мне нужно больше денег Я вот здесь, где Мэг С конспирацией В материалы пошел Потому что денег Катастрофически не хватает Друзья Мне нужны сейчас миссии В этом новом регионе Халявные И бабло Вот они Миссия Три дня Минимально Ученый зато Спасите Випа из камеры Кто пойдет на эту миссию Это соло миссия Ребята Соленово 6-9 человек Один человек Только может пойти Я бы взял Какого-нибудь Милишного рейнджера Или Нет Только не Нинзю Прошу тебя Нинзю ранит Хорошо Нужен либо рейнджер Все Рейнджер Русбрейн Должен идти Да ладно Это же офицер Купи Нубаса Вася У тебя же там наверняка Нубас есть Там револьвер какой-нибудь Ну Есть револьвер Да есть и покруче револьвера 16 мобильность 70 Точность За 10 баксов Я беру его Кто это Герой Герой Боец Фомби Фомби Алексей Кравчик Не знал что у тебя фамилия Кравчик Красавчик Просто Так Ты готов Ты готов Миссия Непростая Бронежилет В нее Тебе давать Не будем Но Дадим Дым Перспективный Кстати Боец Уклонение Положительное Мобильность Топовая Меткость Хорошая Только не в один Это опять губ Ты мне предлагаешь Полететь на трехдневную Миссию Группой В принципе Понимаешь Как там работает все С проникновением Если я возьму Четырех человек На трехдневную миссию Меня там встретит В два раза больше народа Оп Ну и у меня еще есть люди Раненые Какой максимальный бонус я Не, ну в этом есть резон на самом деле Какой максимальный бонус получен А, это за каждый интервал Один-два дополнительных врага За каждые восемь процентов То есть грубо говоря За четверть Да За четверть мы получаем Четыре-восемь новых врагов За четверть, Карл Виз поддержал ваш канал О, Виз, косарик, спасибо О, Виз, косарик, спасибо О, Виз, косарик, спасибо Михаил, спасибо за марафон стримов По Икском 2 Не слушай там всяких зарезек ПС поставь пару человек В каждом убежище на рекрутинг Чтобы они искали новых членов Сопротивления новобранца Не, сейчас это не нужно Нужно баблом Нужно баблом Не, сейчас миссии пойдут другие Я не хочу на коротенькие миссии Вот так вот лететь Так, спасите Випа Спасите Випа Поехали Минимальный, три дня Пулеметы с грейдами лежат без дела Сейчас-то Фомби не возьмет Это к следующей миссии нужно брать Так, Фомбич, давай Удачи Как раз в ноль За ученого Там еще Взрывчатку рекомендовали взять Здесь материал Не, не, не Я лучше нового лембинга куплю Удачи, Фомбич Мы с тобой Партизанку Лучше на обучение Нет, нет Можно одного лембинга взять На 15 материалов, Михаил Нет, тебе сейчас нужны бойцы Нужны бойцы и в ниндзю Вот, хорошая тема Да, вот это спасибо Это правильно Вербуем Ой, да простите меня Револьвера, короче Я уже чувствую эту боль Револьвер ниндзя Хороший совет Ниндзи на такие миссии Очень хорошо заходят С Богом Так, а что там А, проникновение Захватить предмет Минимальное Разведданные Найти улику Предмет из хранилища Начать операцию Не помню, кто летит Кажется, это тоже Соло-миссия Да, Соло-миссия Росбрайн летит Так, у Росбрайна Есть 4 патрона Если вплотную То это One-shot Против стандартных врагов Но это стелс-миссия Нужно дойти до точки Потом, скорее всего Эвакуацию И держаться 3,2 хода Ой, Росбрайна Жалко, капец Так, это вышка, что ли? Ё-моё Эвакуации нет Так, он ещё спринтер Достаточно мобильный товарищ Если могу, просто на пак Надо напороться Я не хочу с этой стороны идти Поверху тоже серьёзные риски Пойду с левой части Твоё налево Всё равно змеи есть Три человека Три человека Стой, 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 стой Паке ходит На шум Моримся Главное, чтоб не сдвигались Близко Чёрт Чёрт Справа Заткнись Так, здесь стенка не фуловая, да? Дверь Аккуратно Аккуратно Твоё налево Ещё такой же пак Дверь В дверь ты не зайдёшь Сверху есть Сверху нет Они сейчас пойдут ко мне Дальше Да я пуль Дальше скилл или так может подойти дверь открыть хорошая идея на двери не должны согреться и я в следующий ход могу без почему на красные я согрюсь ой стрём ребят нужен совет зону ты не понимаешь как только эвакуация сразу агропака идет она всегда красная ладно пробуем рискуем обойти смогут смогут не надо на это действие 10 нет нет слушайте а я могу сюда сразу зайти они же меня не видят и следующий ход начать сразу же это правильное действие пацаны еще пока это все уже все восемь человек 89 еще двое подходит может эти у ползут идут кажется мою сторону не обои не мы не лазерный прицел кэш данных теперь валить как ты на пол хода свалишь и куда вызывать под это грязь так всегда отошли на угол над бежать так вызов рейнджера действия не требует да я предполагаю нужна крыша четыре хода капец или тратят действие 20 не тратят я думаю надо куда-то валить на крышу или за full cover куда-нибудь спрятаться далеко что главное чтобы вижена не было о здесь не будет движена кстати если сюда заберусь им придется подходить да не будет кавера с одной стороны просто все вот эти вот полу укрытия я буду доступен к все атакам он эксперта воля за два хорошего ли так а там кто еще там офицер 4 ход 1 да мне нужно главное оторваться а потом круги нарезать и все то есть мне нужно оторваться сейчас продержаться ход 2 потом просто вовремя прибежать это сложно конечно значит это просто так ладно выбор какой это не нравится либо так вижу никакого либо так ну так по крайней мере кавр есть давай уходим никто никого не видит сиди сиди спалили яд все кто это же видит только не захват не захват сопротивляйся воля 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 сопротивление ментальному шторма блин ой еще один еще один стреляет промах ох так мы травимся травимся три хода ой сейчас вали вообще вали так каким образом каким образом каким образом надо нарезать как-то грамотно круг круг и вернуться к этому в три хода раз два скорость по зданиям по крышам я думаю надо лазит по крышам по крышам по крышам жесть это просто жесть у него маневренность у него там спринтер есть эксперта давай беги мобильность минус 3 вай 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 из-за отравления что ли дым еще есть не забываем я думаю надо просто валить всякие full cover нужно дальше бы нет укрытием перевызвать не можешь она же обнулиться а перезарядка скорее всего сюда надо тут тоже full cover смотрите и он еще за еще бежим сюда о весь какой-то хрень и но бежит бежит эксперта подходит змея да не успевает уже не успевает отстает немножечко так я я скоро пройдет так теперь на крышу а вот может не на крышу ты же следующий ход уже можешь вернуться но ты туда пойдешь там сразу а гребешь лучше 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 хорошо так вообще вокруг вокруг ой давай на крышу в центр за full cover держись сейчас на левое здание как с пчелопух спокойно без паники как он сопротивлялся шторму все без штрафа на скорость перемещения уже я отспал давай огородами жми так может здесь так здесь наверно да либо так либо так так мне больше нравится что меня углы защищает давай икс ком вообще вот лунг вор перерас видоизменяет абсолютную игру подходит 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 гад не должен успеть не должен успевает мимо нет один хит держись снизу еще один нет как видит нет 75 мимо больше надо больше надо больше надо эвакуация в один ход добегу кажется нет кажется не добегу не добегаю не добегаю так 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 где-нибудь full cover full cover где-нибудь или на половинку и дым наполовинку в угол и дым да да бежишь это не это не дым не успеваешь сюда что нет как будут блин этот близко уж не уходить с крыши чуть ближе да если я сюда если я отсюда полу кавер михаил может нафиг бежать просто дальше и следующий ход машина успеть нужно как считать так тут full но могут пробить вероятность хорошие это мне кажется плохая идея вы точно не туда либо сюда либо дальше за куда-то за full cover отсюда я могу не бежать опять же рискую я иду вот ориентировочно за полное укрытие куда-то в сторону остановки максимальное удаление и за здание чтобы она перекрывала полу укрытие до полу укрытие держись сектоид нет успевает действует ой спротивляйся спротивляйся дезориентация нет мобильность не тая промах 40 еще сектоид у меня точно больше 46 шансов крайне мало из-за дезориентации не убегаю этот ход пережить они все здесь пак новый но она не может не будут действовать не-не-не-нет не атакуйте не атакуйте нет как флэнкинг не а фланкинг другой держись 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 у каверже миссия по которой можно было снимать боевик просто шикарный эксперта топчик просто такая охота по всему городу за ним и ученого не вернули мне туда ты кинул эвакуацию я эвакуацию могу кидать в пределах своих вот в своих пределах как ты можешь просчитать на четыре хода вперед как ты вернешься к эвакуации подойдешь это же зависит от движения противников я приметил три здания чтобы крюк сделать потому что здание ты и возвышение и ограничение в видимости и ну бас и опять эксперты блин бесит проникновение 100 . а тут что у нас вип а ученый здесь там была другая миссия еще 7 часов да да крыша без кавера плохо стал согласен поэтому нельзя рулить миссии да надо из лимминга делать нить просто следующая миссия вот как раз на ученого спасти випа но сюда я послал кажется лимминга это был ли фобби 70 . 16 мобильность но у него меньше хитов миссия классно было конечно там столько моментов было близко сопротивление псевдониму шторм отравление промахи попадания критические дезориентации в конце концов если пон сопротивлялся дезориентации в конце я бы набежал я бы набежал дезориентация меня подрезал это мог если тот не послел через и кукава так вип эвакуация очень близко главное добраться до него ой во первых 12 ходов во вторых я не хочу спрыгивать до тех пор пока не увижу кто внизу хорошо увидели далее бочком бочком по границе карты поехал цена кстати я не увидел там кто сейчас еще одна стол с миссия на фон бичу опасная тема насчет рекордиков убежище может быть 13 активно работающих парней это больше по блайн-телл тишь 24 поэтому река не помог понятно я не уверен что стоит сейчас вообще к этому товарищу лететь надо походить ходы есть мобильность есть надо валить этот перекрывает перекрывает так нельзя сюда идти за счастье что я у этого рейндж разведки очень хороший я подошел вот сюда вон меня в этот ход бы спалил и сейчас может даже долететь нет о капец что не делать но мы смотрим у сидел на сигнала вы знаете я не хочу надо рисковать обходить мне уже ходов не падает да он пролетел 8 ходов на полную эвакуацию четыре человека сзади остались за углом может быть кто-то справа кто-то справа 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 увидел же вышка крыша крыша михаил всего крыша крыша отсюда я тебя слева дверь открылась уже не хочу на крышу какой-то тут по крайней мере через дверь можно посмотреть кто видим випа это не вип это пак тут мирный рядом с випом точно на крышу там я не прохожу вип стоит рядом прям рядом с дверью хотя нет я прохожу но если ты слышал открывающийся дверь здесь и ты видишь открытую дверь здесь стало быть не лезь лучше поверху скорее всего здесь пак внутри змея слышу открывается дверь пять ходов аккуратно михаил не спускайся сейчас хочется он нельзя следующий ход ты подходишь туда змея рядом слева с богом там вроде двери слева закрытым здесь тоже закрытым и ждешь ждешь тихо я вообще рядом прихода остается взламывать сейчас убегать будем с ученым с ученый почти спецов на такие миссии в идеале даже нулевых спецов надо брать до нас с рассекретением но сейчас вопрос куда можно випа наверх и грянку ему кинуть дымовую что я тогда бегу до эвакуации она нет ей нужно подходить ой грамотно все дальше не шагу кидаем сюда дым как он так закинет дым интересно вжу в потолок все следующий ход ждем опять змея я слышу я но мой ход отлично убегает вип убегает скорее всего фонбич и изи по по миссиям казалось бы стандартным лонгоростом можно снимать такие серьезные серьезные тут сети десантирует человека он встречает патруль который идет прямо на него потом сталкивается с дроидом потом все эти звуки обыгрывать там двери открывающиеся там змеи о ачивку дали намечкам везет просто скилл е во первых он не получает звание не знаю какое оно получает во вторых мы получаем ученого у меня ученого только один до сели был даже игра меня тролли помечками везет хорош помби кто разрушитель гитароль и ученый так хорошо револьвер учится быть ниндзей ресурсы скоро перенацеливать на поиск этих да ладно давайте попробуем в одном из регионов набор рекрутов делать там где меньше всего давай ой два человека в сопротивлении грязь 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 я много где зафейлил еще миссия в регионе шесть дней хорошо разведданные ок шесть дней я предлагаю собрать команду команду предлагаю собрать топовую что за задача то есть захватите предмет из хранилища адвента на время стелс неси есть неси нет плохо так руссбрейн у нас на задании берем бсп гранатометчиком феликс ок надо пушкин снять эти поставить нужен мобильный более-менее отряд рапонга беру шесть и пять укладываемся пятером даем если гранатометчика не брать но гранатометчика не брать это лидер не брать это плохая идея так давай начнем с ключевого можем ли мы рапонга сделать на какие-то деньги на какие-то деньги дробовичок лазерный пистолет можем сделать на пять баксов так записать запомнить точнее слетать на черный рынок сразу после этой миссии ну хорошо даем жилет тогда на вместо дробаша лазерную винтовку светошум пока оставлю рейнджер с трассирующими лесом идет конечно же ну то есть он нужен а не, не лесом мы ему просто пушку меняем на лазерную если еще ее найти вы изъять все оружие снять всю броню и снять все предметы у меня же было три пушки неужели я на миссии все оставил нет, есть еще один дырокол один второй вот три дырокола есть кому еще дырокол? гранатометчику дырокол хорошо гранатометчик с гранатами вы не поверите у меня еще был Ильдар Каримов который саппорт заморозка но тогда мне нужно будет офицера другого менять кстати офицера нужно обучить третьего сейчас можно это сделать зачем рейнджеру трассирующие патроны потому что не попадает нифига морозную гранату давай он все равно шпатную бьет саппорта нет ну бы если мы потеряли к сожалению на пулеметах грейды да кстати у нас же еще грейды ребятушки грейды раз приклад модифицировали да или там что еще интересного есть там снайперские винтовки блин с модификаторами снайперские винтовки ну у Феликса лучше в любом случае можем снять со снайперской винтовки одной снайперские прицелы передать этому хорошая идея оснащение еще модули же так 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 улучшение оружия тут элитный прицел элитный прицел элитный прицел кому? мантичу пулеметчику топ просто топ и ему еще бы халявную перезарядку две перезарядки отлично нет перезарядку нужно снайперам пардон тут размер магазинов а вот снайперу желательно бы поставить перезарядочку блин хотелось конечно лазерное оружие после этой миссии обязательно нужно где-то на черном рынке продать что-то и а размер магазина здесь и так ну достойчивую позицию можно убрать но не на самом деле она хороша хороша значит возвращаем мантичу улучшение оружия вот как раз ему свободная перезарядочка так штурмовик с дробовиком хорошо этого убираем естественно снайпера второго гранатометчик с гранатами ок пулеметчик с резервной темой вообще трассу можно взять мантичу мантичу да не нормально все будет фу да значительная активность поехали поехали так сейчас я хотел на черный рынок после этой миссии слетать и офицеры еще по поставить учиться третьего офицеров не хватает с сначала офицер школа офицеров так кто у нас хорошо подходит димаш разрушитель и хп много и воли хорошие маневренности роли у него подходящие тактики новые пока не буду потому что опять же лучше пушку за 20 за материала купить чем там тактику это новое открыть продаем что у меня есть лазерная пушка можно было хэрик удать на 20 баксов продать что-нибудь на 25 модуль приклад нет теперь овероочим да обычно приклад минус тебя об этом говорили я не удивлен зачем капсить я же не все читаю в чате понятно жж крит прицел лазерный особо не помогает штурмовикам у них и так максимальная штука а на мели эти не работают одну трассирующую продадим сплавы нужны для пушек но нужно что-то еще ах уклонение направленный щит противник получает минус метки шанс критический урон против паса давайте направленный щит продадим хотя он для мантича хорош так давайте так и посмотрим сколько стоит снайперская винтовка двадцатку или тридцатку двадцать пять одну снайперскую винтовку надо брать то есть нужно на пятерочку наверно два пара сплавы продам или трассирующий трассирующий можно сделать просто все 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 успокойся сил адвента два пять пять восемь здесь материалы здесь этих ищем может попробовать может попробовать действительно не развед данный фармит здесь в новой локации а попробовать пока есть возможность да давай рекрутов давай рекрутов для эксперимента для эксперимента новая цель материалы разведаны много материалов очень нужно сколько шесть дней берем ребята незначительное вот сейчас крайне внимательно и по пулеметчикам и по пушкам к сожалению снайпер занят берем этого снайпера но ему сразу же естественно меняем пушку ну вот должны произвести сначала произвести предметы оружие лазерное копье хорошо пять восемь четыре шесть увеличилась еще меткость на пять процентов к сожалению у него улучшения оружия снайперского прицела нет беру ответные и беру позицию по оснащению бронебойные дым оставляем следующий пулеметчик пиртар берем ему сначала такую пушку убираем ой 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 персональный боевой модуль давать ему направленный щит он будет как мантич улучшение оружия снимаем оба убираем пушку ставим собственно еще меткость плюс пять улучшение оружия и то ни другое им у не критично кстати не быстро перезарядка и возьму у нейтрализуйте цель то есть убить нужно человека да демагу берем штурмаж маневренный точный классный Дробоша у него, правда, не будет, насколько я понимаю, да? Оставляем дугомет. Оставляем дробовик. Жилет берем из волокна. Средто шум, пожалуй, я оставлю. Хотя тут могут зайти... Он же рядом с транспортным средством. Тут хорошо зайдет какой-нибудь хэвик с гранатами. Может, возьмем ледокола? Он хэвик, он с гранатами. И, может быть, имеет смысл... Снизить прониктами... Просто за эти 76 материалов и 25 разведданных я готов убить. Нинди нет. Короче, можно взять. Беска хороша. 80 точность. Ракета тоже хорошо зайдет. И, наверное, я буду все-таки под фулл состав. Здесь 12 человек будет. У Бески... У Бески все не так хорошо. Какие у нее там обилки? У Бески обилки какие? Большой бум. Гранаты хорошо. Персональный боевой. Подвижность и планиния, да. Улучшение оружия. Ерунда. Ей нужно больше гранат, но без базовой керамики я не пойду. Тем более у нее есть огнемет и ракета, и она, в общем, молодец. То есть, пятером мы идем на 10-12, да. Главное убить випа. Ты уже получишь денежку на эквип хороший. И разведданные еще получишь. Тут я три пушки беру после этой миссии. Три пушки, Карл. Еще разведданные столько, что можно скоро регион подключить. Снайпу-магазин. Так, кстати, стоит ему запилить магазин. Ну что, гранатомерчик, снайпер. Тут не хватает пептару, пулеметчику, чего-нибудь. Давай аптечку на всякий случай. Трассирующих пулю бы нет. Почему не ставишь настройку спуска пулеметчиком, это улучшает сапресс? Да и патронов-то хватает. В пулеметном 6 вроде как по... Как правило, остаются патроны по сапрессам. То есть, по целям хватает. Ты перезаряжаешься, потом делаешь сапресс. Ты все фул, там, 6 патронов. Ты часто 6 целей подавляешь? Поехали. Денег нет, контакты, Лерии ничего нет вообще. Но я ищу в этом регионе. Восстанавливаются пацаны. Ой. Вот это та встреча, на которой у меня в прошлый раз игра вылетела. Я не знаю, что это за миссия. Есть какая-то дыра в безопасности, видимо, это защита базы. В убежище сопротивление в регионе замечены недружественные приговоры. Советники добровольца из убежища должны выследить и ликвидировать шпиона и его союзника из Адвента. На месте встречи. Регион неправильный. А, я просто, просто прилетаю. То есть мне ничего настраивать. То есть ты либо отдаешь, либо летишь, дурак. Возможно, это было с миссией снять. Причтожьте всех врагов. Капец. Кажется, у меня здесь мэг есть. А, спуск, ну что, спуск это ответка, точно. Настройка спуска нужна. Нужна, конечно, нужна, нужна, нужна. Блин, ребята. Я тут, Лембингер. Мэг есть. Слежка за шпионом Адвента позволила вычислить тайные места его встречи с войсками противника. Сорвать встречу необходимо очень быстро. Поэтому мы не можем ждать прибытия Мстителя с солдатами. Ой, как хорошо, что у меня здесь мэг есть. И офицер один. Но нас мало тут. Лембинги. Капец. Небольшая группа добровольцев под руководством советника убежища направлена для нейтрализации угрозы. Будьте осторожны. Прибытие рейнджера для экстренной эвакуации займет еще больше времени. Уничтожьте всех врагов. Ну вот, ты понял, что мне нужно самому фиговому бойцам. Я понял, что сопротивление работает хорошо в убежище. У них как бы гренки есть. Хотя пушки базовые. Да, и в убежище, особенно в Блэйте, нужны толковые бойцы. Так, ну может Мэг мне поможет вырыть. Так, если нет ограничений по количеству ходов, давай-ка занимаем высоту фулкавра наверху. Раз. 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 Так, больше овервочи. А, Женька снайпер вообще. Ой, это Ава-Мария снайпер. Ой, хорошо. Некачественный, правда, нифига. Так, ладно. Потихонько спускаемся. Я думаю, что нужно выманивать. Смотри, погоди, погоди, погоди. С левой. Вроде перемещаются они. Да, они идут. А, на Мэг, аж не действует защита. Пусть Мэг идет на разведку. Надо подводить. Я не тороплюсь, ребят, я могу ребенок потерять. Первый раз в миссию играют. Так, перемещаемся. Опасно ты перемещаешься. Там шума не было, правда. Посмотрим, где он. Зомби? По звуку был зомбарь. Я с ним в дороге не встречался. Угу. Зомби. Ладно, ты подходи так. Зомби. Зомби. там это кажется безликий по звуку этаж безликий да ладно безлики так безлики вот офицер а они тут без бонусов по хп по крайней мере четыре человека общий вид у снайпера есть я предлагаю их выводить сюда или просто принимать ты же спуришься так и чего тут пока пока нет дезориентация михаил дезориентация выводишь одного лейминга готовишься тут потихонечку подходишь мака могут фланганусь пока назад так обычный солдат инженер офицер и дроид отлетающий главное что у них нет бонусов и вот этих вот диких я могу его конечно накрыть ракетками не попадая не попадая не попадая так подожди позицию хочешь создавать да они идут хорошо здесь мы принимаем уже поближе к основной группе так ты без овервочи получается да тебе бы не опландовать не будут ты хорошо стоишь тоже более-менее хорошо стоишь и тоже хорошо стоишь все кидаем на троих мака я не оставил без овервочи лучше как-то по-аккуратненькому побежали офицер ушел овервочи только под роидом чуть слабо так мак может флангануть может флангуем у мэгой мэка еще так не может накрываем уж тогда дальше под 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 этим так дроид солдат-офицер ладно снимай так гарантированно снимем левел лут смерть с небес перезарядись я там кажется моего флангует мирного хотя он не должен видеть вообще видит хорошо не попадает 60 потом и второй флангует этот на овере этот подходит флангует но этого меткость на 10 меньше он попадает так хорошо 59 сработаем раз о тут есть обилка точный выстрел нифига себе и еще пассивка на увеличение на увеличение защиты и меткости при удалении более чем на 7 клеток он нивелирует этот бонус если спустится просто я предлагаю этим леммингом подходить так нет нет и нет там же еще инженер правильно там какая точность 27 чушь гранатами закидывать и можно на овер на самом деле спровоцировать то есть тут давай чуть назад овер здесь отступаешь за полу укрытия ханкер делаешь тут овер врач и все пусть стреляют сейчас побегут и на пару-тройку выстрелов глядишь на парице ой мэка все-таки видит а а скотина подставил я мэка а тот что будет делать бежит ну давайте ребят давайте давайте ну 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 хит ну есть хороши так минус 2 визжена нет к черту этот лук нас видели подкачиваем я даже не знаю сколько здесь врагов но похоже что миссия не такая жесткая по крайней мере по размеру паков мне кажется что здесь человек здесь и должно быть по идее подходит инж овер попадание 4 хорош еще 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 ребят давайте давайте не молодцы хорошо что начал кайтить хорошо очень хорошо теперь мы еще инжа видим 59 давай ой молодцы ой молодцы так ты флангануть его можешь нет он может кстати его посопросить 45 пробуем попасть овер овер и сапресс смотрим что делает еще пак обычный и и безликий динстанция очень хорошая еще безликий огромный а вот это уже жесть так сюда нужно бомбить ракетами маком как ты попал 25 процентов попадания так мэг должен отступать и попутно бомбить ему нужно рейндж какой рейндж очень хороший ракет поэтому ты и отступаешь как мне повезло с мэгом а и этих бомбишь 36 можно даже забрать давай минус 1 сразу же двум другим 4 урона по 4 урона лот так здесь нужно ждать короче говоря овервотч 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 скорее всего этого тоже возвращать назад нужно что сейчас на нас безликий пойдет а тут по крайней мере будет подальше бонус к точности на десяточку а вот снайпер может по безликому шибануть 89 6 хорошо и не стреляет по мэгу мэг так страдает капец но держится молодец ну эти да да эти бегут на оверы давайте ребят давайте давайте попадаем ой хорош тот кого вернул попал 5 минус там еще один безликий и еще враги насколько я помню перезарядка от снайпам пока тактика работает я постараюсь придерживаться этой же тактики то есть подкачивать меком там один хит одно попадание нужно по инжу я никуда не тороплюсь ребят давайте подходить сами вот он красавцы так за лутом сейчас добыча пропала мобильных нужно за лутом посылать мек снова подходит такой классный такой плотный такой крутой с богом ребят дорога там еще 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 вот они безликий бежит попадание на двоечку ребята работаем работаем можно 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 нужно нет что то остальные не добежал до остальных а вот только авамарию сможет поднять у уже поздно сейчас он добежит умрет да ребят ребят попадаем 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 вы чего это красавчик ой молодцы все чисто отлично ребята не такие сложные миссии это кажется не зависит от сил адвента молодцы лемминга защитились в каждый из регионов нужно поставить хорошего солдата с актуальными навыками с актуальными званиями потому что фактически один толковый боец может все решить не слушай когда переделали по тщательно здесь сейчас все поднимаешь так а вы мария левелап господствующая высота но я ее оставлю здесь да так труп адвента автозаряжение поднялось трупы 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 вскрытие безликого адвента безликого может быть мы отложим тогда исследование текущие возьмем что-нибудь вскрытие безликого что даст человеческое там сплавы 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 эллирий давайте труп безликого эллирий потому что возможно он нужен на так партизаночки учатся да я офицер и обучение револьвера идет денег по прежнему нет главное это миссию я хотел на черном не на черном рынке я не хотел ничего я жду миссии который поможет мне который даст мне денег илюха фикшены наверняка сто раз перификшены о ниндзя показать бойца револьвер пойдет на миссию какую нибудь я к сожалению не могу взять еще рекрутов что у меня нет денег на петр 74 русы так препарирование трупа там шесть уже сил адвента это ее мое и тут шесть тут два по прежнему кристаллы эллирия и и ничего больше еще можно безликого вскрыть но пока двоечки эллирия хватит я думаю давай получше основы исследования потому что это устанет нам остальное все безлики даст иллюзию дин он стал третьим офицером получай для увеличения критов и я хочу его еще направить в дальше обучаться а почему дальше учится а видимо там кнопка была продолжить обучение окей партизанке ничего пока делать не могу вот она гадюка незначительные разведданные захватите предмет хранилища не не самая важная миссия вот следующая очень важно с убийством випа кажется она но сюда идут очень хорошие пацаны я вижу по прицелам по пушкам лазерное оружие уже идет ели м да на ресурсы вскрытие новой технологии Ясно. Только сейчас понял, что в следующем трое нужно реально брать повстанцев. Как можно быстрее фармить их. Не разведданные, а повстанцы. О, змея сразу. Змея, змея, змея. У нас всего 8 ходов. Но с нами есть лидер. Морозная граната. У Русбрейна. Ладно. Лидер есть, может накинуть, да? Да, можем накинуть дважды по два хода. Тут хорошая точка для снайпера. Фулл укрытие, и все простреливается, просматривается. Эвакуацию мы будем вызывать. Так что двигаемся вот к этому центральному ориентировочному зданию. Школ филма. Ну, есть штурмовики, рейнджеры, пулеметчики. Надо же, наверное, все-таки на крышу забраться. Было кем-то. Понимаю, что это рискованно, но надо. Можешь? Так, вот отсюда уже, кстати, Вижен должен даже снайпу заходить. Феликс не добегает. Следующий ход. Учитывая то, что есть скрытность, я, пожалуй, на полхода еще подойдем. Опа. Солдаты, два дроида. Пока фигня. Если самое серьезное это змея, то все прекрасно. Штурмовиком подходим, этим тоже подходим. Ну, паки по три человека. Да, офицеры, да, там бронированные товарищи есть, но это не мутон. Справа еще же звук. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это плохо. Да дроид на меня летит. Так. Мантич. Будем агрить. Во-первых, ты сейчас можешь спулить с дроидом. Для начала. Давай так. Я хочу место просто для снайпера отдать. Сейчас у нас следующий ход, по крайней мере... А он видит же? Не видит он ничего. Время теряем. Может быть, я не самое удачное место выбрал. Короче, здесь уже летит. Мне подходить близко нельзя. Ну, влево имеется в виду. Но продвигаться при этом нужно. Сломать я его не могу. Я думаю, надо сокращать дистанцию. И готовиться к врывам. Таким образом, правда, чтобы меня не фланганули. Так, машина хорошо. И двое, кажется, от сплэша, от машины. Надо инициировать здесь, ребят. Сейчас инициируем. Ой. Еще двое, но вроде уходят из вижена. Отлично. Все. Ооо, стой, 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 стой. Фланг. Черт, все. Такой провал. Такой пак мог сейчас. А сейчас они еще ходить будут. И фланг еще. Нет, я хожу. Я хожу, я хожу, я хожу. Трое, да? Что по снайперу? Ни-че-го. Просто ничего. Ни-че-го. Двое абсолютно отключены у меня. Сюда пройду пак с пулю, скорее всего. Нельзя проходить слишком далеко. Возможно, нужно... Такое теть, время нет. Ладно, этого мы ваншотним, допустим, да? С двумя другими как-нибудь справимся. Да, давай, подходи, так? Штурмовичок пошел работать по дрону. 83, с дробовика 4,7. Вообще шикарно. Ну, не убьет, если крита не будет. А, это не дробовик у тебя. Ой. Да, забыл. Тут дезориентация напрашивается. Один раз можешь выстрелить. Давай, дебют. Хорошо. И дезориентация. Так, сколько их было минимальное, да, клич? Или незначительное? Незначительное их было. 10, 10, 12. Получается, минус 2. Минус 2. Только минус 2. Полимерчикам и снайперам надо сюда выходить на следующий ход. Даже полимерчикам я бы вниз пошел. Да потому что он не видит. Не видит. Снайпер тоже не видит. Что за крыша такая? Я сюда. Я не хочу под удар подставляться. Так, здесь мы убираем фланг. И... Я не знаю. Можно гренку кинуть, потому что их просто миллион. Но я задену только одного. Может, доп.ход? Приказ? Если приказ, то коммун. Некому полимеру очень. Крепко сидим. Но времени мало. Еще два пака. Так. 7% такие отчаянные. Три процента. Не-не-не. Что-то странное они делают. Так, Феликс по-прежнему никого не видит. Может, из-за остановки. Может, еще из-за чего-то. Но у меня нет времени ждать. Поэтому... Я пошел. Я пошел к офицеру. Пулю скорее всего в следующий пак. Не, не пулем. Сколько урон? 83 крит. 5-9. Вероятность с одного выстрела убить очень высока. Убиваем офицера. Штурмовик может с ран-н-ганом убить этого. Но... Змея... И следующий пак. То есть этого товарища лучше еще поморозить. Но как? Сделать так? Так, укрытие убиваем, естественно. И пробуем его забрать с Гренгой. Отлично. Надо было подойти чуть поближе. За фулкауэр. Гранатометчиком поторопился. Нельзя торопиться. Укрытие не уничтожено. Сапресс, светошум. Гири нацепим. Мобильность. Цели на два хода. Ох, как... Какая штука прикольная. Надо чуть-чуть подходить. И сопрессить его. Чего же мы со снайпером-то делать? Он абсолютно не нужен. На такой позиции. А почему он даже отсюда попасть не может? А, там было показано, что он снесся укрытием. Кто-нибудь знает, почему снайпера не видит человека? Ладно, давайте Overwatch. Хватит. Тоже Overwatch. Дезориентация снята, но есть штраф на тридцаточку. Надо было, наверное, дезориентирующего еще одну кидать. А вот и пак. А вот и снайпер работает, наконец-то. На троечку попадания. Офицер. Инженер. И ракетчик, кажется. Ох, опасно. Не, 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 не. Попал. 43. Да, он был дезориентаций. Правильно я рассчитал. Таково мы видим. 78 раз. И продвинутый офицер 2. Подходить опасным. Ну, я типа подойду, убью, но там змея. Четыре хода. Блин. Здесь хэвик нужен закидывать вот так вот по двоим. Машину взрывать. Плюс того добивать. Но с какого... Откуда мне стрелять? Это чушь. Вот так подходить. Да, мешает. Полезное что-нибудь. Например, приказ. Ракетчика гарантированно добьем. Я его игренкой боярик гарантированно добьем. Нет, все игренки. Так, это получается сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Еще до пяти человек, может быть. До пяти человек. Опасно. О, мы с опрессой поможем. Да, давай, широкое подавление, раз. Здесь, скорее всего, светошум. Хотя уже не обязательно. Я думаю, что нужно просто отойти вот так вот. Передерегите Росбрейном. О, и Вижена для снайпера нет. Глупость сделана. Тут без ориентации. Ну, и вручь до снайпа. Здесь... Овервочь. Надо было перезарядиться здесь. Четыре человека, ребят. Четыре человека. Есть здесь ракетчик выходит. Снайпер снимает. Там пять летов как раз. Убил, 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 убил. Я думал, что у него пять. И там у него четыре. Попадание три процента с опресс. Сняли. Офицер идет опасно. Граната, потому что... Но он далеко. Хорошо. Три хода, да? Так, сейчас... Сейчас внимательно. Кого видит снайпер? Продвинутого офицера. Здесь, вообще-то... Вообще-то, я бы кинул гренку вот теперь вот сюда вот. И вроде как получается даже что-то. Я могу убрать... Я могу попасть по обоим. Ой, вот так вот. Давай, 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 давай. Сейчас и минус укрытие, минус овервочь, и по двоим попасть. Давай, давай, давай. Так и есть. Так, далее. Здесь выстрел один. А почему такая маленькая вероятность защиты 10%? Не понял. Манчич вообще может этих засопрессить. Они как только дернутся, сразу получат. Я думаю, что не стоит оставлять их так. Стоять в одиночестве. Уверен? Вероятность какая-то убогая. И вроде как улетать нужно. И того как-то надо убивать. И там змея еще слева. Разве данные два хода нужно? Так, 60... 60... Тут овервочек накрутили. Зачем я штурмовику такую хрень дал? Нет, тут нужно... Тут нужно перезаряжаться и делать ауэс-апресс. Так я могу просто два раза выстрелить по этим двоим. Они должны метаться. Понимаете? Они должны стараться куда-то уйти. А этого, наверное, лучше заморозить. Для верности. Идея была хорошая. Перезарядись и выстреливай. Хорош. Луки. С Богом, друзья. Это меня беспокоит. Но ему его должны флаговать с дуплетом. Он стреляет по фулкаверам. Мажет. Ну, у него точно с хреновым уезжает. Этот пошел на оверы снайпер. Давай, работай, работай. Ай, хейвик. Карикман. Два хита. Да как? У вас, но... Подкрепление на подходе. Так, точно сюда. Раз. Это дуплет. 23. Семьдесят, восемьдесят, шестьдесят, два. Шестьдесят. Ладно, я тогда сюда стреляю. Еще лут. Еще лут. С повышением. Может, машина взорвалась, пока не поздно. Я не убиваю его. А так можем убить. Ну, этот лут точно не собираем. Здесь свободная перезарядка. Овервотч. Поближем. Поближем. Сейчас подкрепу пойдет. Телепорт сразу же. О! По змея четверком. Снайпер, давай, давай, давай. Есть! Змею убрали. Она как раз слева. Опасная. Капец. Подкрепы дичайшим. Я не думаю, что нужно сейчас за разведданными идти. Надо вызывать эвакуацию. Пять ходов ждать. Капец. Нет, смысла нет. Снайпер не работает. Это взрывать нужно раз. Я такой штурмовик, который скорее должен раненганить и оглушать вот это вот пупырям. Потому что с обычной пушки он не убьет. А, тут еще придурок с оглушением. Ну, этого да, этого нужно гренкой минусовать. Да, то есть ты подходишь вот так вот, берешь лут, убиваешь того гранатой. Лад. Взрываем. Я проваливаю. Не супер. То есть реальная угроза жизни. Так, это заморозочка, да? Помним, что Мэг у нас... А может, я отсюда заморозки откину, ребята? Нет, ты не накинешь от заморозки. Как мы можем... Да. Здесь минуты все. Последние месяцы. Пять ходов. Я думаю, что Мантич должен тут... исправлять ситуацию. Он должен блокировать Мэка с опрессом. Чтоб он не делал взрывы. А он обоих блокирует. Нет. Точно никак. Точно. Давай. Нельзя. Надо просто бежать в себе поближе. А тут раненган и пробовать... Пробовать его оглушить. 25 есть. Такие жесткие миссии пошли. Так, у Феликса вообще-то бронебойный. Между прочим. Его бы хорошо бы... Под следующий ход под Мэка вытаскивать. Давай. Стойчивая позиция молимся. Во-первых, чтоб не пришел пак сверху. Во-вторых, чтобы Мэк... О, хорошо мажет. Ну, подавление. 23% видите. Пропадает лут. Бог с ним. Пак. Вон, пак стоит там. Все. Каждан их уничтожен. Но, повторюсь, плевать. На него плевать. Бронебойные есть. Мэка вырубаем мимо брони. Давай, 100%. Снайпер мега точно. Шестерочка. Три хита осталось. Есть заморозка. Все есть. Уже значительно все лучше. Может быть, еще эвакуация, конечно же. Тут, скорее всего, перезарядка. И стреляем, потому что он придет сейчас в себя. Крит минус. Тут дуплетом добиваем мэка. Ну и страховка еще есть на сниче. Классная миссия. Мне чем дальше, тем интереснее XCOM. Чувствуется, что лонгвор. Тестили. А может, мать еще его заберет. Нет, тут нужно хороший урон. Нужна такая предстрелочка. Пдыщ. Взрыв, кажется, бутафорский, поэтому не должно задеть. Овервотч. Перезарядка овервотч. Три хода до эвакуации. Так, подкрепа не вижу. Перезаряжаемся, ждем. Перезаряжаемся, ждем. Все хорошо. А, они идут точно. А вот еще подкрепа. Но не должны. Не должны успеть. Просто все переходим в зону. И валим отсюда. Это не такая мастхэвная миссия. Ради 27 разведданных. Полез бы еще. Пак спулил. Еще подкрепа, если сверху. Это капец. Идет. И сейчас еще сверху свалится дробчик. Постреляем немного. Непоследок. Мне нравится эффекты лазерного оружия. Мы улетаем, мы улетаем. Все, все, все. Еще овервотч. Мантич, красавчик. Обязательно пулемет ему. И снайпер тоже обязательно. Ранение получилось же еще. Ох, валим. За них опыта не дают, поэтому не стоит. Не стоит выпендриваться. Просто улетаем. Друзья, сегодня такая была продуктивная трансляция. Продолжается все еще этот рай. Вопреки, присоединили регион, прокачали бойцов, построили партизанку, получили бонус, получили лазерное оружие, защитились два раза от террора. Убого. Вот и вывод какой. Убого. Дают, мало нас дают. Да, но там все под укрытиями. Короче, возвращаемся домой. Сохраняемся и прощаемся. Скорее всего, следующий стрим все-таки будет... А я не знаю, что будет. Давайте лучше подписывайтесь на трансляцию, чтобы узнать, когда будет анонс, когда будет... Я не знаю, либо Иксичом, либо Резидент. Меня почему-то Иксичом вообще засосал. О, левелапру с Брейном. Агрессия, абсолютная сложность. Абсолютное спокойствие. Так, абсолютное спокойствие, это понятно. Наблюдение при ответных. Крит, это перк, который даже стандартно может... Точно в цели, это базовый стрелковый. А вот агрессия... Крит урон за каждого... Врага. Берем. Агрессия. Приклад. БСП восстановился, кстати, воля тоже. Классно. Но дальше будет еще жестче. Ситуация в мире накаляется. Сила Адвента растет. Мы цепляемся отчаянно за слабенький регион. Только-только получаем доступ к кое-какому там оружию. Все очень плохо. О, назначается в убежище. Это вот... Они вот так растут, да? Класс. Все, все на поиск рекрутов. Ну, я понял, в чем ошибка была моя. Вот так вот пассивные рекруты растут. Окей. Спасибо еще раз. Увидимся с вами, скорее всего, завтра вечерком. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok